Продолжение следует... Сегодня, в общем, друзья, я, Валентин дядька, и со мной Валентина тетя, она как специалист будет учить меня, а также вас всех, как сделать новогоднюю игрушку своими руками. То есть приятный подарок всегда для родственников, можно без всяких затрат, денежных средств сделать, в общем, своими руками. Важно то, что у нас есть новогоднее настроение 10 декабря почему-то, и три декоративных контура разного оттенка, но, насколько я поняла, они не сильно совпадают с изображением, с цветом упаковки, и нам придется периодически делать пробники, но тем интереснее, правда же. Вот у нас есть вот такая декоративная лента, она такая вся пеньковая, и на ней есть всякие блестящие штучки, которые можно срезать или использовать все это целиком для создания какого-нибудь странного авангардного шара, кто знает. Кстати... Стой, запишу еще, друзья, извините, перебью сейчас, да, новогоднее настроение, к счастью, перебить нельзя. Я перебью немножко, запишу сториз, чтобы люди из Инстаграма тоже подключились и посмотрели, как... Я пока делаю СМР-трансляцию, тихо. Друзья, балдежная новогодняя трансляция происходит прямо сейчас, свайпайте, и вы увидите, как мы делаем новогодние игрушки для милой старушки. Все, все, сеанс СМР закончил в таком случае. У нас еще есть камушки золотые. Они довольно грубые, довольно темно-золотого цвета. Но, возможно, если использовать их в комплексе с милым бисером, который у нас есть, то что-нибудь интересует. Бисера у нас больше всего. Бисер – это то, мимо чего я не могу пройти. Друзья, а ты можешь сказать, Саша, как выбирать бисер? Как молодому человеку, который совсем не разбирается в украшениях, он приходит в магазин, покупает, да, вот эти болванчики. Приходит в магазин, и как ему выбрать бисер? 22 рубля, если стоит бисер, это хороший бисер. Лап, ты что за дела? Почему меня не позвал делать игрушки, пишет Хан Замай. Андрей, ну ты же знаешь, что после того, что ты устроил на этой кухне в прошлый раз, тебе в этот дом вход закрыт. Слава тебе. Ну а что, кто смешивает фиолетовый бисер и золотой? Это выглядит нелепо. Спокойно, спокойно. Просто нелепо. У пацанок постоянно разногласия из-за бисера, я поэтому вообще не люблю эту тему поднимать, особенно на трансляции. Всегда вот это начинается, кто какой бисер с каким смешем. Хан Замай считает, что эпоха глиттера началась с Дэвида Боуи. Я с ним не согласен, это не правда, друзья. Дэвид Боуи поздно, конечно. Итак, и вот молодой человек приходит, как ему сделать выбор? Как из многообразия бисера остановиться? Для начала нужно подумать о цвете. Какой именно бисер должен быть по цвету? Это самое главное. То есть для чего вы дарите даме бисер? Чтобы она плела цветы, тогда нужны какие-то естественные. Нет, но мы сейчас говорим о том, что подписчик какой-то посмотрел наши трансляции и подумал. Тогда бисер за 22 рубля. Любой бисер за 22 рубля обязательно с покрытием, потому что бисер за 22 рубля, который просто сделан из прозрачного пластика, дешевого, выглядит уебочно не в приятном смысле этого слова. А если он покрыт каким-нибудь таким вот, которое вы не видите, золотым покрытием, синим покрытием, зеленым покрытием, 22 рубля, идеальный бисер, глянец, великолепно. Вот по скидочке я еще приобрела бусики. Я съел посторонний, пишет Замай. Как всегда. Приятного аппетита, Хан Андреевич. Итак, что еще вот из интересного у нас? Что вот это такое? Это какая-то, похоже на гречку. Я это уже проиллюстрировала. Я делала этим АСМР. Это перламутровый золотой каменный набор. Добавьте блесток, пишут. Блестки. Это всегда пожалуйста. Но у нас, к сожалению, есть только одна маленькая баночка. Но это баночка Микс, которой я крашу глаза. И вот это я израсходовала за год всего лишь. Микс стоит больше 400 рублей, друзья. Так что это... Посмотри, я совсем чуть-чуть. Я купила его, когда мы с тобой только познакомились. Но это если вы хотите добавить в праздник немного лоска... Друзья, ну извините, извините, мы не так богаты, как вы, не можем позволить себе все эти телестанции, блять, вот эти огромные камеры за 6 тысяч баксов. Создание Кашином, чтобы он нам, может, компьютер подарил. Вот, ну в общем, если вы хотите именно роскоши добавить, чтобы... Если год у вас удался, так сказать, красный экран на столе, адстрактные мемы про антихайп культуру, лучший паблик. Ну, исправился, вроде, в последнее время этот паблик. Ну, вот если вы хотите добавить роскоши, чтобы видно всем было, что год у вас удался, что очень хороший год, то вот используйте блестки Никс. Это не реклама. Очень здорово, чтобы они были нами заинтересованы. Да, Саша реально пользуется этими блестками. Когда я вижу на ней их, я в восторге. Всегда в восторге. Ну, правда. Хороший. Вот, поэтому мы немножечко их используем, оставим, Саша. А вы можете, если купите такую баночку, уже без всякой меры. Их используем. Что у нас еще? Кисточки? У нас есть кисти, я их продемонстрировала. У нас есть золотой акрил, который берется на стекло, он очень хороший. Также у нас есть замечательный клей, который он беленький, но потом становится прозрачным, когда высыхает, на него будет очень удобно все декоративные элементы присоедать. Но помимо этого у нас еще есть два клея моментальных. Для бисера удобнее использовать моментальный клей. Также у нас для вот этого замечательного клея есть еще компонент. Это сусальное золото. И оно у нас есть светло-золотого, серебряного и медного цветов. Это настоящее социальное золото? Это социальное золото. Какое так используется в русских церквях? Да. Друзья, ну вот мы немного и такого чего-то сакрального, священного внесем в праздник. Также у нас есть вот там за тобой гостом ловец. Очень приятно как-то к высшим материям прикасаться, когда работаешь над игрушкой. У нас есть также еще некий оккультный символ. Пока трансляция начиналась, я уже начала немного оплетать, мы решили сделать, если у нас получится не разбить шарики и получится как бы каким-то образом добиться того, чтобы они были в той форме, чтобы фиксировались, то там даже если надколот, то можно как-то закрепить, если... А почему это не разберется у нас? Да кто нас знает слову, я бы не была уверена ни в чем. Почему ты... Не вижу, что ты пишешь. Почему ты что? Мы больше не про Константину. Почему ты свелся интервью с Константином Семеном, с наступающим? Ну, как-то пока не доходят руки до этого дела. Видите, очень заняты делаем, несем праздник. Декор. Еще будет у нас в планах очень много праздничных мероприятий, всех нужно продумать на уровне концертов хотя бы пока. Но до Нового года, я думаю, мы вас еще не раз порадуем. Допустим много интересных хэштегов. Четыре. Которые вы будете использовать. Саша лучше знает, у нее со счетом, как у весенней буквально. Минимум до пяти, я считаю, отменно. Поталь для золочения. Почему тут написано поталь, а не социальное золото? Потому что социальное золото это поталь. Вот это вот словотворчество, в общем-то, ладно, ладно. Да, также у нас есть золотые нитки. А зачем нам мальничка? И колесо для использования. Почему все золотое? Я не уточнила это в начале стрима. В Новый год. Год желтой свиньи. А желтым никто ничего не украшает. Это нелепый цвет. Им невозможно ничего украсить, поэтому все все украшают золотым. Вот, и у нас есть еще золотые нити для ловца, в которые мы, возможно, плетем какой-то из шариков. Но это мы еще посмотрим. Но просто знайте, что у нас есть еще такие материалы, довольно интенсивные. Чтобы это не значило. Я не знаю, что это значит. И у нас также есть два набора кружек для того, чтобы, возможно, хотя вчера у меня не получилось, создать некоторый узор на шариках за счет... Я понял. Здесь технику. А что не получилось? С такими трудностями можно столкнуться? Мы можем столкнуться с трудностями, что кружево, по-моему, это очень тонкое. И акрил, несмотря на то, что он довольно деликатный, стекольный акрил, он все равно пропитывает ткань полностью, и рисунок получается за этого смазаном. А как мы будем использовать бусики? Я думала бусики засунуть вовнутрь какого-нибудь шарика. Какого? Ну, чтобы прям внутри... Ты про Виктора из, да? Виктор, привет. Всю жизнь мне так жить. Всю жизнь, товарищ. Итак, что? Все, мы начинаем. Итак, что у нас есть лента для декорирования. Сейчас я ее продемонстрирую, только открываю. Очень красивая. Она золотая, вот, со снежинками. Очень красивая. На летающие тарелочки похожи. Да. Можно вот как-то ее тоже использовать. В общем, я пока откладываю тужево за счет того, что мне кажется, у нас очень много декоративных материалов. Мы можем приступить. Слава, все хуйня, включая аниме. Друзья, аниме-стримы грядут в будущем, но это уже на более профессиональном оборудовании, когда будет какой-то компьютер, может быть, да? Веб-камера, тогда уже будут аниме-стримы. Сейчас, извините, наш ноутбук не потянет просмотр аниме. Тем более, если хорошее аниме, его нужно смотреть в качестве, если это One Piece или, может быть, Дура Смерти. Очень красивое аниме, которое не хочется смотреть вот в разрешении с Polaroid, да, как высказывается. Некоторые их звать. Батанский флет, письмо, Славик, с наступающим. И удачного изготовления игрушки. Спасибо большое, пацанских лекс. Тебе тоже с наступающим Новым годом. Попробуй тоже сделать игрушку. Я уверен, у тебя замечательно получится. На пивасик к Новому году, Игорь Шарабов. Спасибо большое, пивасик. Только если нулевочка. По праздничному столу мы вам всем еще обязательно подарим нулевочку, друзья. Вот, Слава, такой вопрос. Я хотела бы начать с него. Если, как ты считаешь? Соточка за топовый АСМР тебе залетает. Спасибо, я буду вести АСМР-стрим. У меня вообще все равно. Я буду сама кайфовать. Я просто обожаю. О, Саша, на новые блестки тебе 50 рублей прилетело. Да, 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 да. На ногтей можно точно за полтинет носивать. И еще 50 рублей. Спасибо за уничтожение опции. В Новом году мы уничтожим еще больше пидорасов, друзья. Ура. Как будто говоришь, что будет вести престарелых. Почему? Да, вот так максимально ты думаешь. Слава, я вызываю тебя на баттл. Отлично. Окей. Так, что? Смотри, такой вопрос. Мы засунем бусинки прям вот так вовнутрь или мне их разрезать? Ты предлагаешь бусинки прямо внутрь бусинки засунуть. Я думала, было так. Давай попробуем засунуть и посмотрим, что получится. Давайте, дорогие друзья. Я буду ассистировать тебе. Чтоб я лично себя не чувствовал на этом празднике. А все, теперь тихо. Пусть все слушают, как шарики бьются о стекло и получают своими осуществления. Давай ближе к этому делать. Экраны, чтобы нормально осуществлять. Это невозможно делать такое с таким микрофоном. Я могу шептать еще. Не надо. Не надо. Ты прекрасна. Все, что ты делаешь, это чудесно. Посмотри на себя. Ты волшебная лепедь. Твои руки, как крылья. Твои сукы блестящие. Посмотри на себя. Ты сказка. Ты вошла в мою жизнь. Ты сам родная стрекоза. Стрекоза того, что мы называем любовь к отечеству. Стрекоза любви к отечеству. К тебе зашла в жизнь и сам родная стрекоза. Любви к отечеству. Ну новогодняя же, новогодняя. Пять евро проведено. Так, сейчас мы почитаем, что вы написали. На две секундочки. Ну как две секундочки. Мы только половину засунули, ребят. Ну вы пока развлекаетесь. Может музычку какую-нибудь на однофоне включите, а то мы совсем унылая атмосфера. Да нет, зачем унылая атмосфера. Так хорошо. Ребят, разве унылая атмосфера? По-моему, никому атмосфера унылая не кажется. Вот у нас еще вот. Клевый АСМР. И вот всю вот эту вот штучку. Блин, ребят, я бы сделала для вас АСМР с игрушками. Как я шуршу, знаешь, всеми пакетиками, там, этими стразинками. Как будто вот у меня такой в деревне был случай. Мужик спускался на лыжах, и у него кишка зацепилась и выскочила. И вот ему пришлось ее возвращать на место. Выглядело это, наверное, так же. Я, к сожалению, не наблюдал, друзья. Очень жил. К сожалению, да. Или к счастью. Но получается красиво. Да, неплохо, что он заполняет шарик довольно равномерно. Можно даже добавлять некоторые завитки дополнительно. Если он так перекручивает, то можно засунуть прям завитками. Наверное... Ой, нет, я удержусь к этой шутке. Шарик, в принципе, вы можете наполнить чем угодно. Это может быть гравий, щебенка, может быть... Прах. Может быть прах. Да, вот если... Кстати, это крутая идея. Вот если прав, например, чтобы любимая бабушка встретила Новый год, да, вместе с тобой. Это очень крутая идея, на самом деле. Вот, делай смс теперь. Ты прекрасна. Твои зубы напоминают честоков. Ты рождена, чтобы править всем миром. Почему ты к Женеу так превращаешься? Ты рождена, чтобы вторгнуться больше. Валерия Кайкин. Валера! Вот, звук очень приятный. Если ваш кот будет играть с ёлкой, да, это часто случается. Ну, если у кого-то есть кот. Вот наш, например, разбил очень много украшений в своё время. Такой украшений в своё время. Ну, не наш. Дашина. Да, он, чтобы Дашина. Вот, посмотрите. А, он и Дашка вяжел, разбил украшения, да? Да, да. И телевизор разбил украшения. Вот, просто такая вот золотая бомбочка. Давай донатики чекнем сейчас. Секундочку. И я пока чекаю за донатики, я думаю, как-то в мелкий бисер добавить ещё в общий состав или оставим так деликатно, чтобы были только золотые шарики. Блин, смотри, а что мы будем сверху с ним делать, смотрим? Ну, я хотела его тебе отдать, под твоё обезду. Ну, мне кажется, прикольно было. А он другого цвета, мелкий бисер? Нет. Вот, если другого цвета добавить, мне кажется, было бы другой. Нет, он более тёплый. Я бы даже, знаешь, чего? Мне кажется, я бы гравия вот этого добавил. Вот, я специально покупала, думая, что ты, когда начнёшь делать шарики, подумаешь, что бисер слишком мелкий, и тебе захочется что-то более крупное будет. Так, итак, смотрите, что пишут в донатике. Я у Саши такую рубрику уже видел. В гостях был Лёша, сядь. Ну, я знала, что такие шутки. Слава, ответь серьёзно, плиз. Будут ещё работы наподобие Солнца Мёртвых. Я считаю, этот альбом лучше. Будут ещё более гениальные работы. Повторение, это не наш путь. 50 рублей намерчик нам скинули. И тысячу рублей скидывает, Вадик, с вопросом, ебался ли ты. Ну, я надеюсь, что в новом году эта ситуация изменится. Шалом, православный. Хочешь больше? Что? Больше каких-нибудь, да, лютых извращений. Поебаться на коне хотелось бы в новом году впервые. Так, шалом, православный. Славян, когда уже приедешь в Сталин? Люблю, целую, с наступающим. Когда уже приедешь в Сталин? В Сталин, не знаю, когда получится кому-нибудь организовать тур, тогда я приеду. С Рождеством, бисексуал прайд. Е-е-е, бисексуал прайд. Все дырки прекрасны. Так, муждейбойс. Звучит, как неплохой принт. Звучит, как неплохой принт. Муждейбойс. Эй, Слава, мы вызываем тебя на батл. Я отхожу твой пыл. А, это муждейбойс писали. Друзья, давайте новогодний батл устроимся. Вы оденетесь в новогодних оленей. Я в Санту, и будет прекрасно. Так, что думаешь по поводу нового музла от царя? Не знаю, я не слышал. Все, друзья, пока мы донатики чекнули. И продолжаем заниматься тем, что мы здесь собрались. Будем делать игрушечку. Итак, я думаю, гравия туда добавить. Вовнутрь ты хочешь добавить? Или будет странно? Вот видишь, тут цена ошибки очень велика. Я могу добавить гравий вовнутрь. И если мне не понравится, то извлечься, это будет уже очень трудоемко. Давай мы посмотрим с тобой на вскидку. Мы как дизайнеры постоянно должны делать с тобой предположения. Ну, давай посмотрим. Мы смотрим на текстуру гравия. Выглядит только греча. Золотая греча. Золотая гречка. Это новая премия, которую мы будем вручать всем безталантным певицам. Вот представьте, что вот этот темно-золотой цвет, он не будет распределяться так равномерно, как шарики, потому что он... Я бы что, он заполнил. Да, и это будет внизу. В основном. Вообще прикольно. Мне кажется, хорошее, на самом деле, сочетание. Как будто бы прозрачная планета у нас получится. Да, и было бы слишком просто засунуть бусы и остановиться на этом. У нас всего три шарика, поэтому они должны быть crazy enough. Ебой. Так, а я пока займусь тем, что попытаюсь налить в маленький шарик клей. Мы можем рождественскую музыку включить. Да, рождественскую музыку можно. Есть какие-то... А где плейлисты можно искать? Воплмюзик можно искать плейлисты? Рождественской... О, вот, рождественские песни, 50 китов. Охуенно. Что? Думал, у меня опять простаты выпала. Все, друзья. Теперь у нас еще новогодний саундтрек будет. Я еще достала недешевую кисточку. Не отвлекает новогодний саундтрек? Для того, чтобы работать с социальным золотом, как я предполагаю. Но для начала я хочу провернуть самый лакшери эксперимент. И взять блестки для макияжа, насыпать их вовнутрь шарика и как бы создать внутри них некоторый золотой вихрь. Я пока заполняю шарик гравием. Саша, посмотри, я все правильно делаю? Я думаю, вполне. Я думаю, что можно даже потрясывать его, чтобы он лучше спускался вниз, потому что внизу он смотрится лучше, чем просто кусочками. Но хотя, если выстроиться такие, как бы, полосы... Мне кажется, прикольно, когда он, типа, такими кусками, как будто бы куски базальта какие-то внутри. Рельеф создается прикольный. Поэтому мы экспериментируем дальше. Для вас у нас обязательно будут фото в истории того, что получилось в более высоком разрешении, чтобы вы увидели всю эту красоту. Вы сейчас больше на слух воспринимаете, у нас больше АСМС. Для вас будут еще фокусы и конкурсы. Но это уже ближе к концу стрима. У нас есть еще одно бонусное новогоднее поделка. Но мы пока вам не расскажем секрет. Это для тех, кто досмотрит стрим. Жена, я тоже не знаю про бонусное новогоднее. Да, я знаю, потому что ты бы иначе не потерпела. Ладно, друзья, ну поверим, Саша, на слово будет. Если будет бонусное поделка, значит будет. Так, пока вот. Я сейчас попробую вот такую огромную кисть засунуть вовнутрь маленького шарика. Вот видите, уже... Ну, вам плохо видно в таком качестве, но вот вы видите, вот эти вот темные пятнышки, это уже гречины, они проникают в структуру моего творения и делают его более прекрасным. Конечно же, прекрасным. Саша и Володя тоже так. Когда-то думал. Саша и Володя больше не вместе. А мы с вами снова вместе на этом стриме. А мы с вами, да, снова вместе. Потому что мы с вами прекрасные, мы с вами замечательные. Открываем блюдо, на берегу, и роняем сначала, кто открывает. Этот стрим, он как бы приурочен к такой теме, чтобы вы не забывали о родных, о любимых людях и помнили, что приятнее им всего будет, если вы сделаете что-нибудь для них своими руками. Каждый может пойти и просто купить что-нибудь, чтобы лишь бы подарок был, да. Вы понимаете, бывают такие друзья, гости, которые приносят подарок, лишь бы подарок был. Но куда приятнее, когда чувствуешь, что человек вложил частичку души в подарок, что потратил свое время, да, драгоценное время своей жизни, единственной, на то, чтобы вот как-нибудь вас порадовать, что-нибудь приятное, частичку себя оставить, да, вот в вашей жизни и на вашей новогодней елке. Поэтому вот идею с прахом, например, Саши, возьмите на заметку, замечательная идея. Я бы так и сделал. Да, пока не будет терапиция. Если у кого-то есть прах. Не будет терапиция. Как приятно было бы, если бы на новогодней елочке висел прах Джарахова, представь. Ну, мне нет. Мы уже выяснили, я знаю, что это хобби, да, но как-то у нас. Мне бы это было все равно не очень приятно. У Саши есть фобия, что Джарахов хайбанет когда-нибудь. Блин, не дай бог, не дай бог, не дай бог. Они с Фейсом начнут вместе молодежи рассказывать, как жить, представляешь, каково это будет. Все Путина боятся. Не в ту сторону смотришь. Ты так подытожила. Итак, друзья, давай посмотрим на донатике. Я здесь. Славян, привет из Владивостока. Когда выйдет сниппет? Я пришел во Страхность. Пошел нахуй. Не сниппет, это песня. Я, к сожалению, вроде бы потерялся и все. А, нет, я потом ее нашел. Ну, не знаю, выпущу как-нибудь. Будет повод выпущу. Так. Сними про сырки, падла. Ага, Слава, ты же творческая личность. Забахай нам стихотворение новогоднее. Да, обязательно забахаем вам новогоднее стихотворение. Но я думаю, мы сначала сделаем какую-нибудь игрушку, а потом уже про эту игрушку сочиним новогоднее стихотворение, чтобы было это интересно, да? А не просто поздравляю вас с Новым Годом, желаю не умереть от ракопростаты. Это уже давно, уже мобитон, да? Да, конечно. Слава, привет. Хорошего тебе настроения. Передай, пожалуйста, привет моим друзьям из города Рыбная. Город Рыбная, с Новым Годом, счастья вам, богатых жён, богатых мужей. Богатых жён. Богатых родителей, всего прекрасного. Лида, бросай свою работу и выходи гулять. Стоп. Мы как будто на радио эфире. Нет, нет, как будто ТВ-чат. Я всегда это презентовал как ТВ-чат. Вот очень приятно, что люди могут... Как в ТВ-чате? Я хочу, чтобы вы общались в донатах, как в ТВ-чате. Всю жизнь. И там же тоже за донаты, помнишь, эти СМС-киширёжи в ТВ-чат? Фейк, тут Славе 12-летний. Сиди со своей тётей. Всех со скандинавским Рождеством, пацаны. Тора, Тор, Локи, все братаны с нами справляют этот прекрасный праздник. Локи нет. Локи, конечно, нет. Это всё, конечно, здорово, но когда Сырки... Локи, Локи всё-таки, как говорится. Однажды, однажды. Сырки, когда соберётся на одном из стримов 300 тысяч донатами, тогда будет Ордор. Что думаешь по поводу нового музла от царя? А, это я уже читал, да, я это уже читал. Я просто вниз читаю, потому что, когда донат приходит, не всегда успеваю. Сохраните стрим для тех, кто сейчас работает и не может смотреть. Ну, я не знаю, для таких людей, может, мы сделаем блог, настоящий блог. Ну, как-то лучшее, да, вот из этого опыта, который мы сегодня получим. Вот, посмотрите, дорогие друзья, пока получается довольно всрато. О, а что ты сделал за напыление такое прикольное? Это я насыпала внутрь на клей блёстки. Этого не видно на этой камере, никаким образом не понятно, что я показываю. Но клей сейчас ещё белый, немного мутный, и со временем он должен застыть и стать совсем прозрачным. И останется только перламутр. И сейчас я тыкну внутри шарика вот так вот кисточкой, для того, чтобы вот эту текстуру создать. Похоже на атмосферу. Да, у нас такие планетные получаются наработки. Тут, видите, искусство фристайл. Идельное замечание. Но я, пожалуй, продолжу заполнять грави, мой шарик. Да. Ты можешь сделать себе... Потому что мне нравится, но мне кажется, его должно быть гораздо больше. Я думаю, ты можешь сделать... Пока весь гравий вот внизу скапливается, мне хочется, чтобы шарик потихоньку начал наполняться. Вот, видите? Ну, если вы видите, конечно. Слава, ты можешь сделать себе из картона воронку, для того, чтобы насыпать гравий. Идея просто бомба, давай. Так. Идея реально годная. Что же. Дорогие друзья. Расскажите. Почему вы в понедельник, 3 часа дня. 5 часов. 5 часов уже. Ладно, ребят, у меня нет к вам вопроса. А сейчас понедельник? Да. Понедельник, друзья. День тяжелый. Многие сейчас на работах. Не могут посмотреть. Да, об этом мы, конечно, не подумали. Йоу, бля, печально, что с концертами облом. Передай привет, я не прочитал. Ладно, я попозже передам привет. Сейчас мои руки, к сожалению, не заняты. Вот, да, так получается намного быстрее. А я пока заканчиваю текстуру своей странной планеты заполнять блестками для макияжа. Вот, теперь их станет значительно меньше, чем было. Но, возможно, вы поможете мне купить. Новый год, это такой... А сколько они стоят? Угу. Не нас. Ну, примерно. Рубля 80. А? Я думаю, рублей 80. Нам донатили уже 3000 рублей. Правда? С чем-то, да. Класс, спасибо, ребят. Ребята, вы уже купили эти прекрасные тени. Спасибо вам большое. Большое спасибо каждому, кто даже 50-10 рублей прислал. Всем большое спасибо. Благодаря этому мы можем сделать еще больше этих прекрасных новогодних удрушек и порадовать наших любимых людей. Да, прошлый Новый год нам не удалось сами нарядить у себя что-нибудь. Только у наших мам наслаждались нарядными елками. В этот раз мы так не облашаем. Вообще, Новый год, ну, лично для меня, это семейный праздник прежде всего. И все новые годы, да, если можно так сказать, года, да, которые выпали на мою жизнь, я всегда справлялся с семьей. И вам тоже того желаю. Встречайте этот праздник с близкими. Если у вас есть выбор поехать на какую-нибудь отвязную тусовку, где вас в темную комнату сначала будут заводить дети за руку, а в темную комнату выходишь, тебя уже карлик за руку ведет. Если у вас будет возможность такую тусовку провести или с мамой покушать вегамское оливье, то, конечно же, выбирайте второй вариант. Даже не задумывайтесь. Потому что с карликом под ручку вы всегда успеете погулять. И сейчас, благо, много, есть целый биржик карликов, актеров в интернете. Вы можете туда обратиться, если у вас такие фантазии. Но я имею в виду, конечно, не сексуальные фантазии, а просто фантазии. Не знаю, некий уникальный экспириенс получить. Но лучший уникальный экспириенс – это Новый год с родными, с близкими людьми. Неплохо. Вот, посмотри, у меня уже сформировалось две текстуры. Вот внешняя текстура перламутра и внутренняя текстура перламутра. И теперь я собираюсь добавить пайеточные ряды. Пайеточные ряды? Да, внешний узор. Потому что внутри блестки и будет внешний узор. Как что? Ну, я думаю, кольцо вокруг Москвы нахер вообще. Нет? Я не очень хорошо владею географией. А также наука юмора. Но вот смотрите, друзья, у меня уже довольно такая увесистая игрушка, тяжелая получилась. Гравит не легкая. Смотрите, какая она темненькая. Это все. Золотой гравит. Золотой гравит, да. Выглядит впечатляюще. Единственное, единственное, я вот хотел бы добиться, чтобы с этой частью у меня тоже было наполнено. Как не добиться, вот здесь. Совет, подсказка. Нога барит. Правильно распределять давление. А где он ничего? Прям под ногами. Вот, смотри. Друзья, поддерживайте водяной баланс. Ты наклоняешь туда, куда тебе нужно, и бьешь его с другой стороны чуть-чуть. И вот он равномерно распределил свою игру. Не забывайте все-таки... Можешь добавить еще слоев тонкого бисера, и будет странный очень шеф. В России с недавних пор изготовление новогодних украшений это спорт. И молодые люди устраивают... Как батл рэп. Серьезный, ну не как батл рэп, а серьезный спорт. Устраивают соревнования по изготовлению игрушек. Поэтому, если ваш сын, ребенок постоянно вместо того, чтобы проводить время на улице, готовит игрушки, вы не спешите ему говорить, иди займись спортом. Возможно, он уже занимается спортом, да, и изготавляет вот эти игрушечки. В будущем сможет всю семью обеспечивать благодаря этому непростому делу. А раз это спорт, то старайтесь. Если можно обо многом забыть, когда занимаешься спортом, старайтесь поддерживать водяной баланс. Так, я открыла сусальное вот это вот. Ну, немножечко... А что, у тебя была идея еще блесток добавить? Да, вот можете полюбоваться. Я вот открыла золотишко. Это сусальное золото. Такой же используют в русских церквях. Это не по качеству, я, конечно, не знаю. Но ты можешь, да, добавить. Мне кажется, будет забавно, потому что... Мне хочется большое, а как бы столкнуть с малым. В этой работе надо. Видите, право. Так, а я аккуратненько наношу клей для потали на поверхность шарика. Очень аккуратно это делаю. Воссоздавая текстуру некоторого звездного скопления, возможно. Как я себе это представляю. Вид некоторой планеты сверху. Возможно, мы воссоздаем некоторый ее рельеф. Не бойтесь, друзья, пользоваться ножницами. Возможно, вам есть какие-то дагендерные стереотипы. Вам скажут, что не мужик, если не смог пальцами порвать пакетик. Не слушайте этих людей. Вы можете так повредить ногти, шею, еще чего. А сверху-то чем промозишь? Ничем. А, просто... Я просто его приминаю. О, прикольно. Он ложится, кстати. Да, а там, где нет клея, он просто щелчится. О, я тоже хочу такую штуку поделать. Я думаю, на этом шарике ты будешь уже чрезмерно, можешь на большом попробовать. А не как-то, если бы вот эта структура у меня была бы рванная, и с ней проглядывал бы был бы внутреннего шарика. Можно. Да ты имеешь право делать все, что угодно. Что же творится? Посмотрите на себя. Какую-то иронию я слышал. Но это новогодняя ирония, друзья. Это новогодняя ирония. Расскажите нам, чего вы ждете больше всего в наступающем году. Чат открыть? Да. Мы еще донаты были читать? Ну ладно, давайте сначала посмотрим, чего вы ждете. Я думаю, что проще начать читать донаты, потому что... Не, но чего нам ждет, нам же будут не в донат писать. Вот, ребята, чего вы ждете в новом году реально? Вот сейчас посмотрим. Самые ожидаемые для вас... Блин, так много пишут, что очень трудно прочитать. 817 человек нас смотрят. Очень приятно. Друзья, очень приятно, что несмотря на низкое качество, трансляции вы здесь все собрались и общаетесь с нами. Так, что там пишут? Чего вы ждете? Стишок про Замая. Это любой. Шел Замай по речке, видит человечки. Подошел он к ним и сказал, удушающий поток отнимает берегов. Музыка для мудаков. А человечки в ответ держи нам ответный куплет. И говорят, на моей шее бриллианты, на твоей шее купель. Хочешь быть Ханом Замаем, значит, ты просто Андрей. Вот такой новогодний стишок про Хан Замаем. Так, Слава, теперь посмотрите, пожалуйста, на убор, который мы получили. На просвет будет видно получше. И еще на просвет. Бля, прикольно, как будто материк. Ну, я так и думаю. А покажи в камеру. Так. Тут надо оттормазать. Да, я не знаю, я думаю, что видно, теперь как сусальное золото легло сверху шарика и образовало такую определенную материковую часть нашего пламинания. Друзья, очень красиво получается. Вам в качестве, к сожалению, видно, но в будущем году мы постараемся улучшить качество стримов, когда я приступлю к аниме стримов, закуплю оборудование, и вы уже будете все видеть в HD. А пока просто поверьте мне, что это прекрасно, а я пошлю вам в чат новогоднюю симпу сейчас, друзья. Поэтому прошу, дайте шума, наведите переполох в этом чате, и все, шлите свою симпу в чат, чтобы каждый не остался без новогоднего настроения. Поехали. Симпа, шлю симпу в чат, друзья, шлите свою симпу, и мы будем балдеть от того, как все прекрасно, от того, насколько вы прекрасны, насколько мы прекрасны, насколько этот Новый Год будет чудесным праздником. Я тем временем вот засыпаю сюда маленькие блесточки. Это называется бисер. А, бисер. Маленький бисер. И перетрясу это, чтобы это все смешалось хорошенько. Я помимо этого сделала себе уже новогодний маникюр, потому что часть социального золота очень симпатично отклеила мой ноготь. Предположим, что там не найдет. Вот, друзья, вселенная, если вы занимаетесь добрым делом, всегда посылает вам какие-то бонусы. Все в чат пишут симпа, симпа, очень приятно, очень много симп. Сейчас я вижу в чате. Да, кто, кто что ждет, как много... Симпа, симпа, все пишут симпа. Сейчас чат превратился в сплошную симпу. Все друг другу респектуют, все пишут симпа. Очень приятно, очень. Всем симпа, друзья мои, друзья. Вы лучшие, мы лучшие. Да, как говорит Сережа обалдеться. Вы лучшие, мы лучшие, я лучший. Все прекрасно. Итак, давайте посмотрим донатики, пока Саша работает. Слава, почему на концертах не фристайлишь, а в концерт просто убегаешь? Чтобы не получить пизды, конечно же. Так, Славик, ну приезжай в Петрозаводск, погуляй по лесу, за город съездить. Звучит довольно, не знаю, как угроза. Но вообще, я с удовольствием. Так, кстати, вопрос, нахуй, бля, ты куришь? Я не курю, сигареты вред, сигареты убивают вас. Вы верите в инопланетян? Я жил с соседкой в коммунальной квартире в Петербурге, которую похитили инопланетяне, она мне это рассказывала. Это было сложно не поверить. Два дня она была на их планете, а потом вернулась, и, к сожалению, ей уже по возвращению вживили чип, через который ее прослушивали постоянно. Поэтому она периодически разговаривала с ними, отпускала какие-то реплики. Было забавно. Конечно же, они существуют, иначе с кем она разговаривала? Прекрасная неделя вам. Вам прекрасны. А это возвращение, Маша, по-моему. Да? Да, с Новым Годом тебя, Маша. Счастья тебе в этом Новом Году, богатого мужа или богатую жену и ту же, что говорят тебе. Было бы интересно, если бы ты сходил с Семеном, смотри сам. На Новый Год, может быть, сходим, подарим ему какую-нибудь красную елочку. Пожалуйста, передай привет моему другу Максиму Ситнику. Он сейчас на Донбассе ждет твои аниме-стримы. Максим, это пишет Даунил Прилепин. Максим, респект тебе, храни Донбасс, от посягательств врагов и друзей тоже. Камшот Викторович, Слава, я люблю тебя, наебал тебя в рот, но я люблю тебя. Очень приятно, спасибо за добрые слова. Тык-тык, Слава, ты с таким качеством видео перенес меня в мое детство. Как тебе удается это? Очень приятные, очень приятные слова. Мы этого эффекта и добивались, чтобы вы вернулись настроения праздника, детства. Какие у тебя новогодние воспоминания из детства, Слава? Новогодние? Блин, я помню, как я дико обломился, когда моя мама с париком на лице пришла и изображала Деда Мороза. Я такой, блин, ну это по-любому моя мама. Не может быть, что моя мама вышла в подъезд, а потом с париком, который я знаю, что у бабушки хранится, на лице она вдруг возвращается. Тогда я понял, что Деда Мороза кажется, не существует. Ну, может быть, и существует, но в данном конкретном случае это явно не он, это явно моя мама. Может быть, он где-то и существует, но не в этот раз мелкий пиздюшонок. Вот как-то. Я разочаровала Деду Морозе, когда я просто поняла, что родители забыли подсуетиться и забыли положить подарок под елку и был уже обед первого числа и мы тут ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же это было? И просто папа, который проходит комнату с большим пакетом и через три минуты «Ой, Дед Мороз почему-то пришел днем! Наверное, вчера он очень устал». Я догадываюсь, наверное. Блин, я был угарник, и меня в детстве дурачили, они вставали типа за руку я держал маму и Дашу вокруг табуретки они закрывали плотком Мы все закрывали глаза, приносили заклинания, а потом, когда я глаза открывался, под полотком уже все было. Я такой, блин, ну мы же все держали друг друга за руки, то есть, ну, никто не мог продолжить подарок. Не может быть такого, чтобы Даша с мамой вступили в сговор и делали это незаметно для меня. И я верил в это волшебство до тех пор, пока под салфеткой не оказалось мыло из нашего туалета. Когда я понял, что волшебство, ну, как-то странно работает. Зачем она телепортировала мыло, когда я думала о киндер-сюрпризе, непонятно. Я думала, это была банка огурцов. Банк огурцов, да, это было во второй раз. А ты только со второго раза на самом деле понял, да что? Но я не хотел расставаться с мечтой, слушай. Блин, мне просто нравится трещать эту штучку. Да, я вижу. Так, я думаю, дальше приступить уже к обработке. О, даже интереснее получилось. Да, прикольно получилось, смотрю, у меня такая текстура интересная. Между крупными гравиями проскользнули тонкие речушки из бисера, и теперь шарик выглядит тоже очень природно. У нас в доме зацвел рододендрон, который я купила, потому что мне было жалко бабушку, которая стояла с одним букетиком и говорила, ну, купить последний, я так понимаю, ладно. Купила букетик, он взял и расцвел, так приятно. Потом вы узнали, что он смертельно опасен, лично. Этот нет, просто из такого вида растений. Вот, друзья, я закрыл свой шарик, теперь он наполнил и прекрасен. 3000 рублей нам прислали. Купи себе новогодний дошик. Crazy Frost. Респект. Огромный душевный респект. Отличного тебе нового года. В этом году желаю тебе найти богатую жену или богатого мужа и быть таким же прекрасным человеком, каким ты являешься сейчас. Дошик, кстати, я ел буквально. Когда мы ели дошки. Ну, на днях дошки мы уже пушили. У нас сложится приватное впечатление, что у нас какие-то проблемы. Но мы же... Нужно всегда уточнять, когда ешь дошек по угару, когда от того, что у тебя больше выбора никакого нет. Не знаю, мне хотелось дошки. Я не по угару ел, я его честно ел, потому что не нравится. Я его честно ел, ты честно ел дошки. Да, абсолютно честно ел дошки. Так, итак, что? Дальше я хочу его покрыть, чем он будет. Да, например. Я вот, например, уронила некоторое количество блесток сусальных, пока накладывала, и я решила добавить их вовнутрь своего шарика. А что вот у меня есть для покрытия? Что я могу использовать? У тебя есть вот такая акриловая краска и кисточки, но нужно будет покрывать несколько слоев. И я думаю, что это, наверное, не тот вариант, который я тебе хотела. Может быть, ты хочешь нарисовать контуром что-то на поверхности, но мне, в принципе, нравятся уже такие. Ну, мне хочется сверху его обработать. Ну вот, тогда можешь использовать эти блестки с клеем, можешь использовать все... Вот эти мне нравятся на самом деле. Пайетки? Да. Ну, использую пайетки. Пайетки лучше приклеивать вот этим слоевчиком. Как? То есть я ее вот снутри... А, я рисую сначала некий узор клеем, а поверх у него... Просто ставишь точечку, на него приклеиваешь, точечку приклеиваешь, и постепенно так выкладываешь узор, как мозаику. Вот, посмотри, что у меня получается на данный момент. Он покрыт со всех сторон таким неравномерным узором. И видно то, что он еще внутри позолочен, немного другим цветом. Вам не видно ничего. Это всегда приятно в хендмейк-стрибуке, когда не видно, что конкретно там есть. Здесь даже солнце не видно, как говорится. Слушай, кропотливая наработка. А я могу сразу полосочку провести, заполнить или нет? Да, ну просто кусок. Да? Секундный клей. Он работает прям вот. Вот, смотри, у меня, например, есть одна пайетка. Смотри. Я хочу приклеить еще одну пайетку, вот тут неподалеку. И оставлю каплю. Будет очень трудно, учитывая, что я даже с одной справиться, затрудняюсь. Я добавляю на поверхность своей планеты несколько пайеток довольно хаотично. Это не геометрический узор будет, а такой, ну, какой-то с налетом фантазии, если вы понимаете, в общем, я вот не знаю. Это фантазия, все. Так, у тебя нет еще новогодней истории. Тебе нужно было ложиться спать перед Новым годом? Слышно, ложиться спать перед Новым годом, вообще, знаешь. Ну, типа, ложиться спать, чтобы тебе разрешили посидеть до поздно лесового. Ну, вот у нас были какие приколы. Это что за прикол? Ну, так вот. Типа, это же Новый год, все дети имеют право Новый год не спать. Ну, да, но перед этим, значит, надо выскочить, чтобы не навредить. И нас вкладывали спать. Не, ну, что-то такое было, что нам обязательно хорошо поспать? Ну, не такого, чтобы прям жестко подходит. Нет, нас вкладывали спать прямо перед Новым годом, в тот момент, когда все блюда уже готовы, а женщина начинает накручивать пудри. Серьезно, тебе что-бы выспались днем? Ну, да. Блин. И все время пахнет очень вкусно, но тебе ничего из этого нельзя кушать. И у тебя уже есть подарки, но ты должен спать, да? Не приятно. Да. Блин, на меня пальцы прилипают. Это был самый перевожный момент сна в моей жизни. Сука, это сложно, на меня прилипают пальцы. Да. Вот, смотри, я еще до мороза, я на него вернула. О, ты прям будешь с собой планетку рады делать? Угу. Блин, офигенно, жалко, я не такой талантливый. Ну, что ты? Ну, правда, мне не повыше так ухуенная, видно? Ну, что ты? Так. Смотри, тут еще есть один угар. Секретный угар. Когда выспает целый пакет пайеток, то центр, дырочки как бы из пайеток тоже остаются. Из них тоже можно что-нибудь сделать. Я такие, например, себе внуки. Я же использовала дырочки из пайеток. Хороший селф-харм. Ой, в смысле. Лайф-хак. Лайф-хак. Хороший селф-харм. Замечательный селф-харм. Так, что пишет еще? Кручь разгиба Оксимирона и альбом о Солнце мертвых. Ты сможешь что-то сделать. Да, вот этот шарик будет намного пищен. Так, еду в реверсель за панелькой для отца. Еду в реверсель за панелькой для отца. Да, все правильно, друг. Это правда, что у пьема очко новорожденного бегемотика? Саша, думаю, тебе тут стоит видеть. Ты у нас специалист поэр. Я, несмотря на то, что интересуюсь зоологией, с Владом лично не знакома. Не могу консультировать. Может, какие-то справочники, как я его встречала. Ну, я думаю, что лучше на стриме у Парагрида спросить. Он шарит за такую хорьбу. Какие-то редкие виды голубя там. И нам пришел новый стрим прямо сейчас. Опять Крэйзи Фрост. 3000 рублей нам прислала. Написал, не забудь фейерверки. Спасибо, Крэйзи Фрост. Е, бой. О, с фейерверком у меня плачевная жизненная история. Реально, мы не обловимся и действительно на твою денежку купим фейерверк. И в честь Крэйзи Фроста забабахаем его. Крэйзи Фрост. Ты лучше. Я лучше, вы лучше, мы лучше. Анечка. На 90-х годов мне прилетела головешка от фейерверка. Прям класс. Да? Год был мне очень. Это, как раз, Леша встречалась. И зрение не пострадалось? Не, ну он меня просто по переносице ударил по большей мере. И он был не такой горячий уж и большой, но было очень-очень крипово. Блин, мне всегда страшно было. Гертиклюзу, скажите. Эля, рассказывал, как мне пробка от шампанского? Да. Не, блин, а в один Новый год заехала, типа, в детстве пробка от шампанского промежу глаз. Было очень больно. Поэтому на следующий Новый год, когда открывали шампанское, я, как умный предусмотрительный ребенок, я выбежал из комнаты и спрятался. И когда его открывали, я в этот момент выглядывал, ну, скоро ли его откроют из-за двери. И пробка отскочила в потолок и снова прилетела мне промежу глаз. Всем было очень смешно, а мне было очень больно. Это грустная история. Вот у нас победила. А, я продолжу наклоняться. Да, хангмай, это, конечно, сложная длинная тема. Я в своей жизни ни хрена не делал своими руками, ну, как-то по делу. Ну, кроме аппликаций, типа, аппликации, типа, из веточек, всяких, всякого такого. Ну, вырезки журнала ты тоже хорошо используешь, как на интернете. Ну, да, вырезки журнала, такое, соединить какие-то элементы. Слава делал мне очень красивую открытку, путеводитель. Что путеводится? Ну, там была такая игра, что нужно было проходить от одной цифры до другой. И там были разные локации и все такое. И с какого-то журнала нарезал. Вот, я спрашиваю, не получается, журнал такой. А журнал цифр, по-моему, был Маша и Саша. Поэтому там было так много имени Саши, да? Да, удачно. Я увидел журнал Маша и Саша, думаю, отлично подходит, типа. Лень тебе, как помню. Сошел, там журналчик смотрел. Это был журнал Маши и Саши. Поэтому, друзья, делайте своим любимым людям подарки своими руками. Это всегда приятно, это запоминается лучше всего. Какой-то подарок полезный в эксплуатации тоже всегда, конечно, хорошо. Но такой подарок, вот он выйдет из эксплуатации, да, в какой-то момент. И все. А такой подарок, который сделан своими руками, он навсегда останется с вами. Ну да, либо если вы не сожжете его, не трахнете в порыве ярости. Шарик. Шарик, я не знаю. Подарочный в порыве ярости. Вот, смотри, какая получается текстура. Блин, прикольно. А покажи ребятам-то, ребята. Вот, вы видите, это скалы. Скалы на рельефе этой планеты. Да. Тут есть скалы на рельефе планеты. А что видите вы? Друзья, я пока вот покрываю свой шарик затейливым узором. Я думаю, тут все брастит, вам даже не видно, да, что я... Да, да, тут просто все белым кажется и все. Мне кажется, наша трансляция, да, великолепная именно по задумке. Но, но люди же могут, пока мы это все делаем, да, они же слушают, как мы что делаем, куда применяем усилия, да, они потом могут эти советы применять. А где, кстати, Саша, можно приобрести вот это все? Я покупала все великолепные. Что это за магазин вообще торгует, вот, елочными игрушками и такими? Ну вот это я покупала в Леонард, да? Что такое Леонард, да? Это такая торговая сеть в обе гипермаркетах, мы туда с тобой ходили. А-а-а-а-а. Там где ты мне бюстом сократовый, стокнул. Просто Саша всегда смеялась над строчкой, Барка сказала всячески, что я тебе, ебану, бюстом сократовый. Я подумал, будет смешно, а действительно, ее, ебану бюстом сократовый. Ну почему меня? Да Леша руки не затянулись, поэтому пришлось меня бюстом сократовый. Ну от кого, Саша. Ну что, мне нужно было купить этот бюст? Я вообще очень люблю этот батл. Давайте вспомним любимые батлы года, да? А в этом году какие были батлсы? Гриша Барагрина в основном словах. В этом году вообще да не было каких-либо батлов? Ну, похоронил Джубель один из самых... Да, между прочим, самое смешное, что вот мы про Лешу шутят и шутим, но это... А, у Леши с спасителем, да, кстати, был прикольный батл. Ну, как бы в рамках того, насколько можно норму забатлить и со спасителем, который не очень понимает, что такое речь и все такое. Блин, какие-то великолепные... Освенцы. Освенцы. К освенцам он куда-то... Ты попал в лагерь к освенцам. Блин, это было великолепно, конечно. Да. Ну и многие другие. Ну и с другой стороны у Юлики, по сути, спаситель это последняя пристань слова СПБ. Иди нахуй, Сань, пожалуйста, простой. Ладно, ладно. Спаситель последняя. А, кстати, нет, на самом деле возможно, да, потому что я вот... Недавно для меня открылся некий пакт, который меня ужаснул, но в то же время я понял, насколько слово СПБ такая вещь, центр силы, да, такой. Антон ЗБ формально выходит из слова СПБ. Да, и он. Так что этого не отнять, Антон, слово СПБ навсегда. Такие дела, друзья. Ну ладно, в новом году мы хотим, чтобы баттлы были еще краше. Еще краше. Мы хотим, чтобы Вова Галат забаттлился наконец-то... Ну с кем? С кем мы, конечно, забаттлился Вова Галат? Хотел сказать, с модем Антона и вспомнил, что они как-то. У меня есть девственница Вова Галат? Да, это все. Вот это, по-моему, супер некорректно, вот то, что ты сейчас сказал, он очень некорректно. Так есть? Да что с тобой? Есть девственницы какие-то? Вот было бы, чтобы Вова Галат наконец-то получил... Я не знаю, Слав, поинтересуйся. Если кто-то придерживается сип-патриархальных понятий и использует их в обиходе, то возможно... И сейчас Вова Галат пытается мечту отобрать буквально. Смотри, прикольная задумка. Это очень мне жаль, что... Да, красиво, динамично и красочно. И ровно, по-моему. У меня такая вот по шарику... Ну, а может, не видно опять? Вот тут идет дуга такая. Дуга из... Из пайеток, да. Из пайеток, да. Они как-бы окольцовывают шарик. Пайетки это вот такие... Блин, что сказать? Смотри, какой у меня красивый маникюр теперь. Как-бы-то так и надо, да? Очень абстрактно. Пайетки это вот такие вот золотистые шарики. Вот видите, да, у меня находитесь? Наеже в Москве будет мерч по-любому. Вот, и они кружочком. А, давай, Динатики, что-то прочитаем. Да-а-а-а. Наеже в Москве будет мерч. Да, конечно, Миша привезет мерч для вас. Есть идея для стартапа начинять игрушки гашишом и амфетамином. Отличный стартап. Отличный, да, стартап. Ну, с другой стороны, было бы красиво украсить елку шариками. Например, берешь на ниточку, привязываешь цветочек. Ну, как бы привязываешь за ниточкой, чтобы внутри шарика висело красиво. Мишу можно такой шарик подарить. А я, кстати, вот такого чувака знал, который с таким стартапом двигался на новогодние праздники. Он просто в метро ездил с рюкзаком, полным амфетамина. Но сейчас у него стартапы где-то типа в Сибири или на Колумбе, куда он там уехал, продвигаются. И он при этом был геем, типа. О, это очень важно. Очень гарный чувак был. Здорово, Питер. Поясни за послание, нахмайлся, нахуй маялся, извините. Я люблю Оксимирона и Джубили люблю. А ты просто лов, ничего не понимаешь в искусстве. А если серьезно, чувак, в какой бы стране ты хотел бы жить, кроме России и почему? Люблю тебя, хоть и не крепко. О, охуенно, спасибо за добрые слова, я тоже тебя люблю, так же не крепко. В какой стране я хотел бы жить в другом? Чилая любовь вернуковая. Но мне это слабо. Не знаю, если не в России, то поймать где лишь бы была. Нет, это неправда. Природу, приятный климат и никто не дает. В Сомали я бы жить не поехала. Нет, конечно, не в Сомали. Ну вот, а ты говоришь, любое место, конечно, хуже России. Нет, любое место, где можно приятно жить. Ну вот это стоит уточнить. Ну вообще, Россия навсегда, друзья. Россия, конечно. Плов тот поэт, который сменил порох отчизны. Тут есть все. В России есть все, что можно найти в других странах. Все запреты. Каждый день в России это приключение. Тут такие политические акции идут. Вася, Баста, Оксимирон. Выходят, защищают. Да, постоянно кого-то крепят, сажают. Всегда интересно, всегда есть с чего угореть или пострадать. Слава, спой новогоднюю песню. Слава арестовывает. Спой новогоднюю песню. В караоке мы поем, я не знаю, за сколько мы поем в караоке? За пятерку. За пятерку. За пятерку мы поем вам караоке по традиции священной, которая у Вити СД на стриме была заведена. За пятерку мы споем вам караоке любую песню. Так. С наступающим. Слава, вернется ли в продажу старый мерч антихайпа? Сашенька, принцесса. Принцесса. Да. Да. Ну вы меня из зерза пылы. Так. А старый мерч антихайпа, он не продается разве? Нет. У меня какие-то проблемы. Мне тоже писали уже много раз, что типа... Пройдет не в космосе. Он, наверное, просто убрали из товара группы, может потому что его стали редко заказывать. Да? Не знаю. Я думаю, что он свое просто уже отжил, будут новые мерчи антихайпа. Будут новые классные мерчи антихайпа. Я, честно говоря, не контролирую эту ситуацию. Не видел. Типа, что старый мерч исчез, может и исчез. Если он исчез, значит, вы плохо его покупаете. Значит, и не надо, чтобы он был в продаже. Так. Дмитрий Музыка. О, Дима, привет. Привет. Пишет тебе админгруппы. Я знаю, Дима. Не надо напоминать, кто ты такой. Я отлично знаю. Сорян, что подзабил на это. Пишу диплом, работаю все дела. С теплотой вспоминаю первый твой относительно большой концерт в декабре этого года. Рад, что у тебя все хорошо. Ты молодец, что пробился. Спасибо, Дима. Приходи на следующие концерты обязательно. Непонятно, почему ты не приходишь. Приходи. Будем всегда рады тебя видеть. Так. Спасибо за твою работу. Ты такой добренький. У нас же новогодний стрим. Угу. Это прекрасно. На Тинто де Верана в качестве новогоднего подарка. Иииии, Тинто де Верана. Тинто де Верана. Полина, Тинто де Верана. Ты же понимаешь, кто это? Ты моя шелнышка. С Новым годом тебе, дорогая. Богатого тебе мужа. Да хватит. В этом Новом году. Лучше поздравь Полину с повышением. Я на работу с повышением. Да? Поздравляю с повышением. Надеюсь, ты дослужишься до президента Российской Федерации. Я думаю, она уже близко. И Тинто де Верана мы сможем покупать в каждом магазине. Тинто де Верана. Наша борьба священна. Ай, мы бананы. Ну что, я продолжаю делать шарик. Ваши донатики я почитал. Ну что, Сань, у тебя уже новогоднее настроение появилось? Да, мы слушаем новогоднюю музыку. И я все больше и больше погружаюсь в новогоднюю атмосферу. Мне нравится предаваться воспоминаниям. Задавайте ваши вопросы или рассказывайте свои истории, чтобы у нас было... Вот, смотри, что у нас получается. У меня какой шарик получается. О, вообще охуенно. Тут сочетаются все виды глиттеров, которые доступны человечеству. Охуенно. Тут видно не очень хорошо. Мы можем, знаешь, что сделать? В принципе, типа, мы можем прямо в этом стриме, когда ты сделаешь, например, украшение, мы можем его сфоткать и картинку загрузить в стрим. Чтобы увидели все, как все прекрасно. Шаришь? Да. Ну, мы можем сфоткать шарики отдельно, когда я сделаю эту композицию с ловцом. Можно будет уже... Не, ну просто по итогу стрима людям же, наверное, интересно, что у нас получится. Мы можем в конце стрима просто, когда там новогодние стишки, конкурсы, фейерверки будут. Ну, фейерверки-то сегодня мы уже вряд ли будем. Ладно, сегодня фейерверков не будет. Но... Извини, но однажды фейерверки будут. Не, но мы обязательно... Crazy Frost, да? Crazy Frost. Crazy Frost. Мы обязательно, когда будем запускать фейерверк, снимем сториз какую-нибудь там. Передадим тебе привет и запустим наш охуенный фейерверк в небо. Crazy Frost. Респект. С Новым годом, дружище. Так. Что-то я хотела... А, я думаю, может на Рождество выпустить тогда этот мюзикл Валентина Дядьки. Но... Можно не называть его мюзиклом Валентина Дядьки, например? Ну, как? Мюзикл Валентина Дядьки. В первой части. Замечательно. Пол текста. Мои мюзиклы Валентина Дядьки. Великолепно. Ну, так работают серьезные артисты. Они отжимают все. Права на музыку, права на слова. Пусть тобой как Федук Сулджейл. Конечно. Конечно. Потом на детекторе лжи выяснится, что я тебе завидую. Федукой успею. Федук. С Новым годом, Федука. В новом году... Больше грибов Саши Гудковым, я желаю. Да, друг. Нелегка твоя участь. Участь Федука так называют. Участь Федука, да, так говорится в народе. Когда перестаешь дышать, увидеть Сашу Гудкову и его новые сценарии. Ну, в общем-то, как и любую прекрасную вещь. Абсолютно любую прекрасную вещь. Но синдром Федука распространяется практически на все явления природы и социума тоже. На-на-на, я с синдромом Федука. Вот представляешь, раньше Егор Грид пел песню «Мама, мама, я схожу сама», а теперь он поет. А теперь он говорит, что это... Кстати, как ты думаешь, что для нас на Новый год придумали Black Star? Да, мне кажется, Новый год, они придумали вот это что-нибудь интересное для нас. Надеюсь, черную елку с бургерами вместо украшений. Нет, но я думаю, что какой-то видеоконтент же мы можем ждать. И чтобы ты... И чтобы ты... Я надеюсь, что Терри в новогоднюю ночь на черный спорож... Прыгнешь. Спустит. 55 рублей. Вич надо... Ты можешь тоже донатики, если хочешь читать, отдалдай. Нет, не азинка. Я хочу добавить... Просто я тоже заканчиваю полосочку на моем шарике. Видите, друзья, мы в искусстве. По большей мере. Сейчас я закончу полосочку, и тогда мы, я думаю, зайдем в чат, попробуем там что-нибудь прочитать. Но если это возможно будет, потому что у вас много, и вы активно пишите. Не успеваешь даже ни одну фразу прочитать, как они все вкакивают в эту игру. Дорогие друзья, давайте обсудим любимый хит вашего этого года. Музыкальное произведение. Какое музыкальное произведение в этом году? Типа итоги года подвести? Не, ну просто... Такой лишь 10 декабря. Да не, ну просто, чтобы писали там вместе с этим... Чтобы были темы для обсуждения. Может что-нибудь вспомнить? Какую-то может быть новогоднюю вы нам подскажете? Какие-то новогодние песни? На самом деле мне нравятся эти всаратые старые песни новогодние. Я бы не хотела их переключать. Нет, я просто на Новый год. Мы же новогоднюю ночь будем, да? Слушать свои какие-то треки. Вспоминать, да? Чем нам этот год запомнился. Давайте, ребят, я сейчас чек на донатике и зайду в чатик. Я не думаю, что моя мама захочется на Новый год послушать... В Гонзолкаре. В Гонзолкаре будет довольно странно. Почему нет? Дорогой Владимир Путин, рост рэпа. Желаю в новом году послать нахуй Майлза еще разочек. Майлз, иди нахуй! Реально, ну извиняюсь. Слав, извинись, но... Извиняюсь, реально, брат. Что-то я погнал... Иди нахуй! Да его здесь даже нет, господи! Бля, извиняюсь, Майлз. Как-то неловко с моей стороны. Как-то все это неправильно, я знаю. Так, Саша пишет. Слава, вот почему русские в России не титульная нация? Интересно. Мне самому интересно, Саша. Так. Спелая Рябина. Бодрый вечер. Как настроение? Спелая Рябина это чувак, который был на всех стримах своим участием. Да? Это твой фан. Да, он классный. Помню такие ламповые стримы с наступающим. Спасибо, да. Я помню тебя тоже, привет. Давай, Спелая Рябина. Богатой жены тебе, богатого мужа в новом году. Пусть у тебя все будет чивауа. Чивауа. Так. По-моему, мне извинят много в чате, конечно. Ну, неважно, это пусто определяется. Не, я просто вспоминаю, я не достаиваю. Так, ребят, я собираюсь посмотреть чатик, поэтому... Готовьтесь. Напишите в чате, не знаю, вот, хотелось бы, конечно, от вас какие-то новогодние истории услышать, но новогодние истории... Трудно прочитать. Да, мы не сможем прочитать. Мы сможем прочитать те истории, которые придут с донатами максимум, но мы не сможем прочитать в чате. Напишите треки в чат какие-то, которые вам больше всего запомнились, какие у вас ассоциируются, да, с этим уходящим годом. Ну там, Машина Прогресса, вот это вот. Один. Лучший альбом на русском Рэп 2 от Дупо. Так. Нет. Четвертый королей Абстракта. Я взял твой славянск. Симпа. Передай Саше привет от Рэп Человека. Ммм, Рэп Человек нормальный. Рэп Человек это... Он тут часто на моих ночных стримах, когда 3-4 человека тасуется, он тасуется, он скидывал видос, где он смешно читает Рэп. Я тебе показывала этот видос. Видишь, как удачно я прочитал ещё? Да. Я тебе показывала этот видос. Я буду готовить такое какое-нибудь блюдо, которое будет похоже на рождественское блюдо. Потому что Слава... Я не ем мясо уже очень давно, поэтому мне, в принципе, всё равно, как бы. У меня уже своё меню, а он не ест мясо всё на прошлый Новый год. Он ещё ел мясо, например. Ну вот, кстати, пишут эти... Вообще, у меня всегда Новый год было любимое блюдо, это кальмары. Моя мама варила кальмары, было охуенно. Чё, кто пишет, что? А пишет, ну вот треки сейчас такие. Шага маяка встала. Так, Слава, когда в бешкет. Слава, прижедай мне сладкий снова, сладкий снова. В этом Новом году. Ежемесячный мы из гардероба. Вообще, я пошёл шоу ради тебя. Давай, сделай АСМР, там спать ложиться. О, наконец-то, наконец-то, ребят. Так, АСМР пакетиком. Где шо? Ты прекрасна. Слушай треки. Слава, КПСС. На стримингах у всех высочайщих. И донай по стримам. И в Новом году Слава, КПСС. Слава, КПСС. Слава, ты лучший. Я так рад. АСМР. Слава, КПСС. Слава, КПСС. Это как бы не то, чтобы очень хорошо, в рамках того, что мы слышим, то, что происходит в жизни по семьям. MCI ТОП, так большой рахмет тебе, слава. Желаю всем близких самых вкусных сырков и не проиграть войну между хорьками и земноводьями. Спасибо большое, с Новым годом, друг. Так. С наступающим, наверное. Да, с наступающим. Да, мы уже с Новым годом поздравляем. У нас Новый год весь декабрь, это великий русский праздник, Новый год. Великий русский Новый год. Ну ладно, русский праздник, правильно? Новый год же их главный русский праздник. Новый год же все, сейчас страна празднует. Ну ладно, друзья, все, сейчас мы заканчиваем. Блин, хочу записать теперь кавер, мне нужна масленица. Нужна масленица. Ну даже, знаешь, такой типа, что пофиг, типа, Новый год, это, ну, крестьянская традиция и все такое, типа, двигаться и петь великий. О, смотри, хороший донат. Слава, перед Новым годом мы соберемся большой компанией близких и любимых людей в Москве. Будем гулять, общаться и танцевать. Желаю тебе хороших новогодних праздников. Передай по возможности привет всем, кто придет на нашу вечеринку. Всем, кто придет на вечеринку, большое поздравление такое, большое лохматое. Всем, кто на этой вечеринке будет, я желаю в Новогоднюю ночь найти себе богатого мужа или богатую жену, чтобы у вас все, каждый день был праздником. Хотя, нет, неправильно говорить, каждый день был бы праздником, потому что, получается, тогда праздника не будет, да, если каждый день будет праздником? Ты иногда так глубоко уходишь в свои... Ну, если, типа, каждый день будет праздником, то праздника вообще не будет. Да, да, да. То есть, я не желаю вам, чтобы каждый был праздник, поэтому вот эти триста пятницы в календаре, это не окей, потому что тогда, получается, что пятница уже не пятница. Тогда любой день пятницы, понимаете? А если любой день пятницы, то пятницы уже нет. Вот и все. Это все просто. Так, Саша Пиво пишем. Всем новогоднее симпа, не болейте, живите счастливо. Саша Пиво, живи еще более счастливо, чем мы. Подписывайтесь на канал, Саша ты заедала. Саша, помни, наши дети будут лучше нас. Слышишь? А? Тебе канал называется Саша ты заебала. Мне очень нравится название. А, в Телеграме, да. Да, я видел. Подписывайтесь на канал Саши Пиво, подписывайтесь. Подписывайтесь. Да, на канал Саши Пиво, и вы излечите все речевые дефекты. Саша ты заебала называется. Так, Светлана прислала нам питик, пятьсот, блять, рублей, и пишет. Привет, ребята. Привет. Спасибо за творчество. Вам спасибо. Когда в Екатеринбург опять? Слава, считаешь, что твои батлы нужно преподавать в школе? Ведь что там преподают давным-давно устарело и не имеет никакого смысла. Да, согласен. Ребятам нужно, чтобы заинтересовать их великой русской культурой, надо как-то по-современному, да, показывать им, насколько эти... Ну, великая русская литература, например, она современная и значима даже в настоящий момент, потому что, к сожалению, дети это не понимают. Я помню, на Мостове был рэп, в котором, помнишь, пересказывали, типа, книги какие-то там Толстого и всякое такое, типа, Воскресенье, я помню, рэп был. Да. А, вот это все спелый рэп, но это мы уже читали. Так. Смотри, я добавила немного внутреннего декора и теперь внутри моего шарика приклеивается бисер. Видишь? Он как бы внутри, но при этом он на стенке, он не скатывается, да. Да. И он тоже неравномерно приклеивается только на самый эффективный эффект, да? Да, прикольно, слушай. Если бы я добавил сначала клеем, то мне тоже так бы получилось. Ну, вот тогда был бы одинаковый эффект, у тебя свой хороший, интересный эффект получился. Ну да, от души спасибо за послание нахуй Майлзу. Баттл. Баттл рэп мертв. Блин, а что за угар? От души. Что за угар? Вот если ты просто говоришь вслух, там, нахуй Букер, нахуй того, почему это становится мемом? Почему, если ты просто посылаешь кого-то нахуй-то это обязательно становится мемом? Послать человека нахуй, это, не знаю, мне кажется, ну, какая-то основа баттл рэпа. Ну, просто послать человека нахуй. Аверхайп 3 топ, как первый, второй, жду четвертую часть. Четвертой части не будет. Будет? Не будет четвертой части, друг. Не-не, не хочется тебя расстраивать, но четвертой части не будет. Так. Все. Итак, да, все, делаем дальше украшения. Все, динатики я ваши прочитал. Все, я перед вами чист. И поличист. Так. А они разного цвета тоже вот эти штучки или нет? Они разные по количеству граней в них. Эти более такие, как шестеренки, видишь, такие. И они цветом прям как твои шарики внутри. А эти, которыми я клею. А те, которые ты клеил более теплого, золотого цвета, но они подходят к бисеру, которую ты используешь. Поэтому тут все очень хорошо сочетается. Ну смотри. Я думаю, может быть еще одну такую линию запустить. Ну сделай вот другую линию другими пайетками. А потом думаем, какие-нибудь обводки захуярить. Еще будет круто. Я думаю, что достаточно еще одной линии пайеток и, например, точечки обводками поставить. Но по минимуму. Потому что он очень насыщенный внутри и будет странно его перенасыщать снаружи. Ты сможешь использовать на еще одном шарике техники, которые не успел попробовать. Хорошо, специалист, я тебе доверюсь. Спасибо. Не буду тянуть идеал на себя, друзья, потому что очень важно. Вот делегация полномочий, чтобы каждый занимался своим делом. Если вы работаете с каким-то человеком, да, как со специалистом в определенной области, не надо, не надо ему капать на мозги своим видением. Это ничем хорошим не кончится. Красивый цвет, видишь, они намного светлее и у них меньше грани, поэтому они как бы более объемными кажутся. Угу. Так, сейчас мы и другие кружочки будем наклеивать, друзья. Угу. Приятно, да, Новогодний фаунд? Да. Очень спокойно. Процесс медиативный, друзья, поэтому если у вас там нервишки перед Новым годом пошаривают. Медиативный? Медиативный, да. Медиативный, да. Медиативный? Медиативный, да. Процесс одновременно. Поэтому если у вас как перед Новым годом нервишки шалят, да, вот у вас сессия новогодняя или может быть. Вы хотите, чтобы я СМР вам сделала. Да. То, друзья, вот займитесь вот таким делом, вы и близких своих порадуете, и сами кайфанете. Потому что такое расслабление. Просто ебать. Вот я капельку клея выдавливаю и маленькую одну лотиночку приклеиваю. Чистый капель. Да, даже ничего говорить не хочется. Да, так спокойно. А мы, наверное, должны пытаться... Может быть у нас подписчики уже как, знаешь, как друзья, с которыми не стыдно посидеть молча и просто потупить. Наши подписчики, конечно же, наши друзья. Наши лучшие друзья, наша семья. Наша семья. Надеюсь, мы вместе встретим Новый год. Кстати, крутая идея, вот прям, нет, 31 числа в Новогоднюю ночь, давайте у меня как-то в данный год. Довольно. Я не знаю, я пыталась как-то... И так делала в таком? Нет, я пыталась как-то конкурировать с Шерлоком по конечествам, просмотров на творческом стриме, но... С сериалом Шерлок. Ну, тогда выходила новая серия сериала Шерлока. Ага. В это время мы с Лешей как раз проводили стрим, где я что-то делала в Овецк. Все вышли смотреть Шерлока, серьезно? Ну да. Ну да. Я тоже его потом посмотрела. Я просто не люблю по телеку смотреть, когда серии нарезаны. Не будьте таким, как Шерлок. Бенедикт. Мне очень нравился имя Бенедикта, она меня так смешала, как будто нос заложен. А яйца Бенедикт не имеешь? Есть еще лекарство Бенедиктин называется. Что она делает? Я не знаю. Я просто видела такое звание в верхней фоне. Желаем всем бенедиктовых вторников. Давайте все завтра устроим бенедиктовый вторник! Все завтра съедим по одному яичку Бенедикта. Я с своей стороны обещаю, что завтра съем яйцо Бенедикта. И хочу чтобы вы тоже пообещали, что завтра съедите яйцо Бенедикта. Найдёте какую-то возможность. Найдёте возможность купить себе веганское яйцо. Ну, сами сделаете яичко Бенедикта или, может быть, пойдете в какую-то нормальную гиганскую жиральню и там докажете тебе яичко Бенедикт. Это не принципиально, но давайте договоримся, что каждый завтра съест яичко Бенедикт. Нам будет приятно, что мы все съели Бенедикт. Съели по Бенедикту. Вот, посмотри, мой шарик уже почти готов, мне осталось только вот это где-то тонкий. Бля, вот это очень красиво. Это деревце? Ну, это сложно объяснить, это просто... Бля, вот это очень красиво, как будто деревце. Некоторые мошки. Рельефы, это рельефы. А покажи, ребята. Я попытаюсь снова показать вам, что получается у нас, ну... Ну, можно сфоткать и залить в стрим. Да, я тоже несколько раз говорю. Ну, теперь, если готова уже. Нет. Ушел. Какой там? Это не финальный еще вариант? Ну, я еще вот здесь не добавила, во-первых, в тело. Еще одну область закончить, как минимум. И нужно еще, как бы, закрепить его носик. Я бы хотела перекрасить вот эту вот штуку, потому что мне не нравится, что она серебристая. Я хочу золотистую. Ты прямо ее хочешь покрасить? Да. О, прикольно. Я бы хотела, чтобы золотая свинья гордилась нами. Соответственно, это будет золотая свинья? Да. А что это значит для нас? Ну, вот там все значения знаков есть? Давай почитаем. Да. Я читала, но просто я не очень люблю. Мне кажется, просто всем будет интересно знать, что она ждет. Да, твой шарик уже приобретает близкий тоже к финальному виду, да? Нам, получается, придется делать большой шарик с тобой, как ни крути, но вместе. А он один, да? Да. Окей. Или я начну делать основу для ловца. Ты с большим шариком будешь справляться, и я тебе буду помогать, если у тебя какие-нибудь. Ну, сейчас подумаем. Так. Смотрите. Гороскоп на 2012 год. Желтые свиньи. Какие прогнозы подготовили астрологи? Нет, ну это же никто информации. А, то есть по знакам зазиака, по-моему. Вот тут сразу есть для меня. Тельцам стоит уделить как можно больше внимания своей семье. Позаботиться об образовании своих детей. Не, нам нужен просто ноутбот. Вот Новый год. Сувенили. Ух! Так, смотрите. Хозяйку 2018 года мы проводили с шиком и размахом, но убегать желтая и зеленая собачка почему-то не спешила. Ха! Псина заперлась в своей будке и весь январь 2019 года что-то строчила и складывала документы в сейф. Пятого февраля веселый щедок вспомнил о том, что наступил китайский Новый год. Запер будку и растаял в воздухе. Бля, стильно. В мир явилась важная и солидная желтая земляная свинья. Бля, она еще земляная? Бля, вот где круто желтая земляная свинья. Видишь, и у нас очень такие геологические изыскания происходят. Бля, желтая, да, вообще стильно, у нас гравий, там грунт, все такое. В год собаки астрологического зверя... А! В год собаки астрологические зверята не знали проблем и немножко расслабились. Подрасслабились вы, да, зверята? Поэтому неудивительно, что с приходом желтой земляной свиньи все разволновались. Крыски забились в норки. Собачки построили бункеры возле будок. Неплохо, вот нормально. Так неплохо они ушли в развитие от крысок, да, которые просто забились в норки, блядь. А собаки бункеры построили. Блин, мне кажется, что мы действительно достаточно мало знаем о собаках. А драконы воспарили в небо в надежде спрятаться за тучкой. Эти собаки, видишь, у них в китайском гороскопе собаки как в том мультике. Помнишь про собак, которые шпионили за людьми? Типа там спускались в бункеры и все такое. Ты видела эту мультику? Я поняла, грубо говоря. Но ведь желтая земляная свинья носит такую же желтую шубу, что и собачка. Да и стихия у хозяйки 2019 года – земля. Правила царствования не изменятся. Тем более прошлогодняя королева оставила кучу заметок и полезных наблюдений. Но же в России, конечно, правила царствования не изменятся. Свинячить хрюшка не любит. Поэтому звери могут встать в хоровод и послушать удары курантов. Восточный год начался. Пырра! Пу-пу! Хуена. Хрюшка – существо социальное. Она посещает все общественные мероприятия. Но после посиделок и вечеринок всегда возвращается домой. Она ценит порядок и никогда не нарушает правила. Семейные ценности у желтой свини на первом месте. Поэтому пары могут успокоиться. Разводов, скандалов и разногласий в 2012 году не ожидается. – Оооой! – Бля, как заебись. – Да, как здорово! – Слава Богу! – Все, расслабьтесь! – Слава Богу! – Если вы думали на развод подать… – Никто не будет ссориться никогда. Никто на свете не будет ссориться целый год. – Если вы думали подать на развод или думали, что эти отношения не для вас, забудьте! В новом году этой всей хуйни не предвидится. Если вы не женщина, если вы женщина, валите. Зато супруги могут готовиться к встрече с милыми пташками, которые разносят детишек. Что это за пташки такие? Аисты. Свинья проинструктировала аистов, точно ты угадала, и они примчатся ко многим из нас. Угадала, действительно, то есть ты вообще не догадывался, да, о том, что это может быть аисты, думал, типа, может, рост привезет мне ребенка или голубь? Особенно к тем, кто давно мечтает о наследниках. О традиционных посиделках с шашлыками из свинины в 2019 году придется позабыть. Нахуй трупоеды просто отсосали. Просто трупоеды отсосали. Вот, это китайский гороскоп, это не я. Китайский гороскоп, это не я, звучит примерно как больная. Женская душа болит, поэтому типсетип, мудак. Так, но отношения между родственниками и так будут идеальными. Бля, охуенный год нас ждет. Наконец-то, господи. Те, кто свободен и только мечтает о большой световой любви, в год свиньи могут радоваться. Купидон работает без выходных. Бля, вот для него это плохое звездо. Да и армия Амуров заветно увеличилась. Бля, какой охуенный прогноз. К тому же, Хрюшка любит погулять на свадьбе. Главное, не перепутать ее с закуской. Поняли, блядь, трупожоры? Да нормальные ребята, она спокойно не допускается. Желтая свинья приготовила несколько советов людям, которые стесняются сделать первый шаг. В 2019 году ценятся живые подарки. Мммм, поняли, блядь? Все, отсосали трупоеды. Типа не дарите колбасу. Не, я про то, что мы же готовим живые подарки. А можно преподнести любимому цветочек в горшочке или вручить котенка. Да, а не колбасу, блядь, никакую не колбасу. Вручите котенка. Или вы хотите там, вдруг хочет свиной колбасы, вы ему маленького свиньи-пига подарите. Свиньи-пиг, свиньи-пиг, действительно. Посмотрим, будет ли. Свиньи-пиг. Что вообще-то говорят. Свиньи-пиг. Свиньи-пиг. Маленький поросенок, свиньи-пиг. Посмотрим, сможет ли ебучий трупожор продолжать есть свинину, когда у него дома поселится этот симпатичный свиньи-пиг. К сожалению, я смотрела передачи, где именно так и происходило. Они ели бекон. Вот, следующее. Но лучшим сюрпризом станут свиньи-пиги. Уже на другой день влюбленные сыграют свадьбу, а свиньи-пиг станет семейным талисманом. На другой день. Когда даришь человеку свиньи-пиг, он на следующий день играет свадьбу. Да, но свиньи-пиг звучит как то, что сложно подарить. Походу, свиньи-пиг это реально просто опасное оружие. Что такое свиньи-пиг? Просто остановись и задумайся. Не стоит опасаться, что если везет в любви, значит не подфартит в деньгах. И деньги тоже будут, причем солидные. Все! В год свиньи-пига бонусы получат... Это мой любимый год теперь. 2019 мой любимый год. Официально заявляю. Не ссор с родственниками. И деньги, и любовь. Мне нравится, значит, в год свиньи-пига бонусы получат и бездельники, и работяги. И типа налог на безделье получить бонус, ребята. Но желтый кабанчик особенно любит ребят, которые трудятся и в то же время надеются на маленькое чудо. Друзья, помните, что трудиться и работать разные вещи. Никогда не работайте, но всегда трудитесь. Потому что работа – это отвратительно. Труд – это прекрасно. Карьера пойдет в гору. Начальник начнет бросать заинтересованные взгляды. Вот это, мне кажется, очень триггерно. Мне кажется, вот это триггерно. У вас тут домогание. От свиньи-пига. Домогание! Домогание! Произошло домогание. Как не домогание, только домогание. И выписывать ежедневные премии, блядь. Бля, каждый день премия будет. Каждый день новая премия. Мне нравится, как я практически каждую твою фразу повторяю несколько раз. И впечатляюсь тем, насколько она странная. Я вроде привыкла, а вроде... Однако свиньи-пиг не терпит жаден. Выиграли. Следует заняться благотворительностью. Получили известность. Вот, друзья, вы нам сейчас задонатите, а мы обещаем вам. Мы под Новый год займемся благотворительностью. Я вам это гарантирую. Но вы в любом случае не занялись. Владимир Путин. Мы в любом случае не занялись, но вот... Ну, вы знаете, что вы сейчас нам помогли, а мы поможем другим людям. Обязательно. Вот этот путь добра, да, дорожка на Сталинград, он не должен прекращаться. Всегда, если вам сделали что-то хорошее, сделали какой-то донат, вы потом тоже сделаете хорошее, и к вам от Вселенной все вернется. Выиграли. Следует заняться благотворительностью. Получили известность. Нужно срочно рассказать миру, кто именно помог подняться на вершину славы. Вот, помните, если вы хайпанули, то не забывайте о тех людях, кто вам помог в этом, да, кто делал вам музыку или что там еще. Или Сашу Ионову, ну не бросайте его. Да, гречка, блядь, в Новом году. Саша Ионов вознес тебя туда, клонитом. Пожалуйста, уж не забудь, отблагодари его в Новом году как следует. И не жалей мелочи для нищих. Как знать, вдруг это миллиардеры вышли в народ и решили проверить людей на милосердие. Слушай, этот гороскоп довольно... Вот это очень странная хуйня. Миллиардеры хотят. Типа просто ходить давать нищих денег в надежде, что это миллиардеры, да? И что ты от этого получишь? Ты просто дал денег миллиардеру. Ну, в принципе, эти деньги уйдут к миллиардерам в любом случае, поэтому можно не искупиться. Да. Не бояться, что у которых милый миллиардер вот как-то пройдет. Свинний пик может добыть не только желуди. Он знает все тайные тропы и давно изучил карты, по которым можно найти клад или даже остров сокровищ. Но на всех не хватит, поэтому земляной кабанчик озолотит только тех, кто сумеет ему понравиться. Вот оно, время для творческих, необычных и гениальных личностей. Поэты, художники, кузнецы и те, кто плетет корзиночки из бумаги, сумеет прославиться и разбогатеть. Я три раза вам сомневаюсь. Давай, Сань. Я не плету корзиночки из бумаги, но я уверена, когда получится, если я попробую. Может быть, это моя золотая жила. А ты не видел вот такую пимпочку? Я ее доставала, и она куда-то исчезла в этом... Вот он. О, супер. Так. Но с Винни-Пик не советует менять привычный стульчик на солидное кресло босса. Хозяйка года не уважает карьеристов. Ей по душе тихие и спокойные ребята, которые прежде всего дарят мир и радость людям, как мы. А уж потом думают о собственном комфорте, как мы. Конечно, если с Винни-Пик сам подарит костюм и вручить приглашение на светский бал, отказываться не нужно. Лишь бы слава не вскрыжила голову и не подхватить инфекцию звездной болезни. Бля, очень актуальный, да, такой? Да, да. Он прям звездной болезни имеет. Осталось выяснить, кому с Винни-Пик будет особенно благосклонен. Следует помнить, что хозяйка у нас земляная, а значит она справедливая и честная, и не будет делить знаки по стихии. Но естественно, что люди, рожденные по стихии Земля, имеют большие преимущества, чем остальные. Естественно, она не будет. Она не будет, но все-таки будет. Но немножко. Так. Она не обделит других, но этим просто больше будет. Да. А мы под земляными животными родились или нет? Да, да. А я? А какие земляные считаются? Ну, по 4. Так. Если вы родились под знаком земляного животного, значит повезет в этом году. А, нет, неправда. Я воздушная. Так, водные, где я сейчас знаю, воздушная. Здесь еще огненные. Только огненные, металлические создания. Водные и деревянные. А, это же китайские. Не знаю, нет? Угу. Ну, ладно. А как это посмотреть? Эпоха. Да. Это да. Желтая земляная свинья, как Михалков, редко нарушает правила. И уж точно не поступит со своими принципами. Хозяйки 2019 года все равно, когда вы появились на селе. Что, на ленте, что ли, что-то читаешь? Или что это за написание такое? Нет, это... Так, где я могу читать, Сань? Подумай головой. Ведьмочка.net, конечно. Тогда нормально. Тогда я верю. Так. Собачка рассказала кабанчику, что мы хорошо себя вели и заслуживаем счастья. Хорошо, что у них есть инсайды такие, да? Угу. Что там с собачкой наболтало. Интересно, у них выкладывают встречи их там, вот, всех знаков, когда обсуждают о чем-то стоит. Голые все в лесу. Короче, в общем, все будет охуенно. Великолепный год, но ты так и не посмотрел тот, ради чего ты проникнул. Давайте прочитаем только гороскоп для петуха. Ты хотел посмотреть не гороскопы, не прогнозы, а почему, что значит то, что это земляная семья. В чем разница? Типа, ты провел какое-то странное... Ну, важную информацию мы узнали, что будет все охуенно просто. Да. Узнали. Я покрываю сейчас золотыми блестками. У нас есть, ну, на шариках есть, как бы, крепления, да, такие, которые... Которым привязывается ниточка, для того, чтобы шарик держался, где бы он там не был подвешен, так сказать. Вот. И она серебристого цвета, и мне бы не хотелось... Мне бы хотелось чистого золота. Чистого золота. О, смотри. Знак свиньи... И чтобы эти каши выпустили из тюрьмы в следующем году, это вот привязь, о котором я хочу. Знак свиньи представляет женский принцип Инь. Четвертый треугольник. Кролик, опца и свинья. Стихия воды. Знак свиньи воплощает заботу о благосостоянии семьи, образовании детей, стремиться к комфортной жизни. Свинья олицетворяет собой доброту и милосердие. Сильная интуиция, чувствительность и дар эмпатии помогают представителям этого знака добиться успеха в карьере и окружить себя интересными людьми. Так, свинья знает толп в хороших вещах, нуждается в интересных собеседниках и магнитно притягивает искусителей в свою жизнь. Основной проблемой этого знака является у неуверенность в себе. Свинья настоящий фаталист, любит драматизировать и замыкаться в депрессии. В эти моменты она нуждается в поддержке и эмоциональной... Так это про знак свиньи, да? Да, это не то, это не про голый, это интерес. А, вот это, кстати, знак, а может еще что-то? У нас что, короткие будут потом? Не знаю, не знаю, но особо не внимательно короткие. Так, это получил, в моем случае. Пишет только, что этот год станет годом заземления и замедления. Вы научитесь ждать и терпеть в самом хорошем смысле. Так, а что нам пишут? Нам пишут, вы такие сладкие. Не подцепи диабет, малая. Так, Дэн пишет, Слава, расскажи, как тебя занесло вторник с детишками в качестве школьного охранника? А это просто наши друзья-семьян чувствуют. Десять букв. Ищем соседей в квартиру около Новой Голландии. Телеграмм. Вот, ТВ-чат работает, друзья. ТВ-чат! Великолепный, благой ТВ-чат, наконец-то. Все, друзья, пишем соседей в квартирку около Новой Голландии. Новой Голландии, бомба, там аттракционы всякие, арт-пространство и прочие угары. Отличная квартира, пишите в Телеграмм. Айли Муд. Десять букв. У нас в общем-то, ты хочешь, чтобы все выглядело как ТВ-чат. Я очень хочу, чтобы все выглядело как ТВ-чат. Слава, привет, почему не пошел к Семину по-живому? Да, может, схожу еще, подождите. No thanks, шедевр. Все твои треки так часто слушаешь, что все тексты выучил одноизусть. Счастливого, веселого вам Нового Года. Светлана, спасибо большое. Очень приятно это слушать. Не зря старался, чтобы от вас получить такой вот респект. Это всегда очень приятно. Желаю вам в Новом Году найти богатого мужа. И если у вас есть муж, чтобы он разбогател. Икиосаки книжку, да, показывать этот богатый папа, бедный папа. Да, ладно, она лежит. Тайлер, Тайлер пишет нам. Наступающим, ребята, у Чисака была националистическая бизнес-идея. Открыть русскую бригаду ремонта. Как вам идея сделать шоу, где русские рэперы будут заниматься отделочными работами? Русские рэперы хорошо стелят, поэтому, да. Желаю в Новом Году обрести новые смыслы и деньжат. А то в магазинах их все еще требуют за еду. Да, что-то грустно стало от концовочки, прям пригустилось. Спасибо большое. Я там не получилась покрыть социальным золотом. Я вообще просто закрываю краской, и как раз немножко разница в текстурах создастся. И формирование, я закрашу более плотно. Но мы обещаем, когда у Виктора СД дома будем делать ремонт, обязательно снимем какую-нибудь передачу. Типа школный ремонт у Виктора СД снимем? Это нормально. Я бы сняла какой-нибудь, чтобы Галат потом в следующем своем видео читал школу ремонта. Дружище, здорово, вечер в стрим. Я привлек силы по проблеме с иллюминатией. Думаю, мы сможем решить эту глобальную проблему. Да? Да. Так приятно, да? Блин, мы в этом как-то даже с иллюминатиями разделемся. И желтая земляной свинья вообще по барабану иллюминатия, она не любит жадных. Так, но у меня будет вопрос, будет ли еще один клип по альбому Оверхайп 3? Не знаю. Может быть будет. Вообще должен быть. Блин, давай кинем клич. Пусть кто-нибудь, кто умеет снимать и хочет с нами посотрудничать. У нас есть просто угарная идея для клипа, но которая не коммерческая, а просто творческая по сути. И если кто-нибудь хочет с нами посотрудничать, он приятно. Да, пишите на почту, у меня ВКонтакте есть почту, присылайте портфолио сразу. Так. Славик, как думаешь, на какой из планет вероятнее всего жизнь? На Кельпер 62F или Голизе 667С? Я вот расскажу. На плените Копех. Вот так. Вестами женщины глаголят космология. На планете Копех. Свинья – самое чистоплотное животное. Погуглите. Хорошо. Хорошо, в свободное время обязательно погуглим. И больше никогда не скажут. Нет, на самом деле у моей бабушки были свинюшки. Они действительно были довольно аккуратненькие. Сами по себе. Их он так не любит из-за того, что они едят все подряд, а не из-за того, что они грязные. А Кельк не любит? Ну, в принципе, свиней, ну, типа, вот почему свиньи считаются там грязными животными. Все такое, они же всеядные. И они могут съесть все, что угодно. И гневое, и грязное, и мясо, там, и друг друга, и вообще не принципиально. Поэтому их... В принципе, меня свиня никогда не кусала. Я вот в детстве свиней доебывал прям постоянно. Я никогда не доебывал ехать к ладью. Я постоянно когда я прыгал на них, катался там и всякое такое. Ну, у меня у бабушки были породительно маленькие всегда свинюшки. Они вырастали очень скромных всегда размеров. Их можно было в основном только гладить. На них там не покатаешься. У меня грязью кидался. Даже с медвежонком боролся один раз. Это я вспомнил. Да. Это сложно забыть, такую историю довольно сложно забыть. Стрим чаще, слава. Хорошо, дорогой друг. Я постараюсь, но оборудованием, как только обзаведусь... Да, нам нужно провести какой-то стрим по сбору средств на конкурс. Да я думаю, мы сами как-нибудь извещем средства. У нас просто на самом деле были мысли на этот счёт. Но они не успелись. Да. Но может быть ещё успелись. Хайп-машина. Что пишет хайп-машина? Так, всё, последний донатик читаю. Игрушка мне доделать надо, а то я уже очень сильно отлёкся. Слава, почему ты забанил нас в своей группе? Хайп-машина появилась сейчас долго до появления антихайпа. И то, что у вашей футболки похожи на наши, чисто совпадение. Слава, мы не хотим бифа, ибо в этом бифе проиграет антихайп. Ну или мы. Наступай... Ну или вы. Отлично, да. А я вообще не знаю, о чём речь, к сожалению, друзья. Я не занимаюсь мерчем и банами я не занимаюсь. Поэтому я не знаю, о чём речь. Но в любом случае идите нахуй. И извиняюсь перед вами сразу, потому что я не знаю. о чём речь идёт. Кто вы, может быть, вы серьёзные люди и спросите меня прямо сейчас. Поэтому я извиняюсь, да? Именно только по той причине, что вы можете с меня спросить, я извиняюсь. Конечно, какие ещё причины. Правильно, извиняюсь перед всеми. Давайте оставим себе обидель в новом году, поэтому если я вас... В новом году оставим, да? Поэтому если я вас как-то обидел, то в новом году встретимся. Слава, расскажи, при каких обстоятельствах ты был завербован Владимиром Кудзином. Когда мы в Германии, вместе с Владимиром Владимировичем подрывали лавки мясоедов. Просто мы прибивали гвоздями башмаки, чтобы они утром мясники не могли выйти на работу и спасли очень много звериных душ. Да, и этот парень в маске, кто бы мог подумать? Парень в маске, жёлтой зимой свиньи. А Володя говорит, у меня клапан свиной в сердце. Я должен. Раз в год просто ездить. У меня клапан... Просто у меня клапан свиной, говорит Владимир Владимирович. И никто не смеет ему перечить. Вот это вот неловкая ситуация, когда ты король. У меня клапан свиной нет. Ребята, у меня тут клапан свиной. Чувствую клапану-то. Бля, да хуя на свиной клапан просто. А почему свиной клапан в контексте тебя не радует? А свиной клапан просто тебя просто восхищает. Ну, потому что более широкий какой-то поле смысл. Владимир Владимирович реально выходит. Ее законодательное собрание говорит, у меня клапан свиной. Мол, и все молчатки. Вот как люди отреагируют на это? Какие слова кто найдет, чтобы что-то сказать? Как Песков потом будет выкручиваться. Все это интересно. Да, Владимир Владимирович говорил про свиной клапан. Он, конечно, говорил про Россию. Да, это да. Он, конечно, не имел в виду, что... Конкретно свиной клапан. Да, он не имел в виду вообще клапан из святое сердце. Он просто сказал что-то. А я теперь должен их вам объяснить. Ну, все лучше, чем дороже Винацкого. Мне опять прям понравилось. Вот это женская передача какой-то. Какая? Вот какой-то он в женской передаче принимал участие, дозвонился в эфир и там... А, я уже сказал, как он мальчику дрочил где-то. Да, и там речь была про мастурбацию. Про клапан, особенно век, раз уж не поговорили, да? Вот, смотри, как он. Я думаю, что элементов декоративных достаточно. Он и так очень красивый. Мне кажется, вот, ну, вот, например, тут пустотемно и все. Ну, ну, попробуй. Вот, только проверь сначала на картонке, какой цвет тебе больше подойдет. Да. Ну, и если ты не будешь заезжать на пайетки, но у тебя не получится с первого раза, можно будет аккуратно стереть. Только давай... Я думаю, просто как раз вам и крест наху ездить. Ну, с вами. Что? Что, пожалуйста? А че он не будет, че? В том, что ты не оригинален. Вот, как представил про деда. Придумай хоть что-нибудь новое. Крест легко нарисовать. Это не очень интересно. Я в этом хотя бы точно не ошибусь. Ну, вот именно. Это плохая мотивация. Это Новый год. Мы открываем для себя новое. Ну, ладно, давай, я открою сейчас что-нибудь новое. Я попробую изобразить свиноклапом. Попробуй. Синоклапом можно показать свою штуку. Может, пизденку нарисовать? Никто, что поймет, что румызает, что нарисует пизденку. А будет забавно, что на елке пизденку рисует. Найс, найс. Сейчас, друзья, мне надо представить, как это должно быть. Представить. Блин, как же она выглядит. М-м-м-м. Зачем так, как будто живешь довольно несчастной в жизни? У-ху. И помнишь, как яичка выглядит женская. Блин, как же я не знаю. Блин, блин, блин. Так, в общем, я подклеиваю вот эти внутрипайеточные кружки. И это последнее, что я делаю в своем шарике. Коману, он готов. И помимо этого, великолепно. Уже неплохо. Да, но не хватает самого главного. Да, в принципе, довольно неплохо. Довольно неплохо. Я удивлена, даже если честно. Довольно эстетичная получается. А ты можешь сделать просто из этого паттернта. Можешь взять вот такую форму за большую и просто сделать еще каких-нибудь маленьких аналогичных паттерек или кружочков, да. Просто как узор сделать из этого, чтобы только мы с тобой знали. В чем узор? Твоей маме и мои подарю. Не знаю, не знаю. Это сложный вопрос. Это надо поконкурировать между собой, чтобы я выбрала. Ходила с тобой. И еще две маленьких пиздосии. Угу. Что, хорошо прям получился придумать логотип? Такой тип. Логотип пиздосии? Да, маленький пиздосий. Ну да, все довольно симпатично получилось. Логотип пиздосии. Логотип пиздосии. Да, очень красивый шарик получился, реально больно. Я думаю, что оставим, пока посохну, потому что не получится нарисовать со всех сторон, чтобы не смазать. Это уже даже мне не понравилось. Давай я попробую ребятам показать, пока у меня пиздосики получились. Друзья, вот видно вам пизденочку? Вот там слева еще пизденочка и справа тоже пизденочка. Видно вообще, нет? Такая новогодняя пизденочка у меня вышла. Так, замечательно. У нас уже готово. Я тоже заканчиваю и у нас будет готово целых два шарика. И ты можешь распаковывать. А ты думаешь, вот этот мне больше никак украшать не надо? Я думаю, что нужно подождать, пока он подсохнет и добавить уже какие-то элементы с других сторон, чтобы это не смазывать. потому что они очень красиво получились. Не хотелось бы, чтобы они... Хорошо, а вот им, чтобы засохнуть, надо находить в тепле? Я думаю, что я просто подвешу их за ручки вот тут оба шарика. Просто вот так подвешу, чтобы они посохли в висячем положении. А на что, ты их подвисишь? Нам нужно какую-то ниточку еще с вами взять? Есть ниточки. Я все там заберу. Дорогие друзья. Ты вычитай пока дональчики, а то мы давно не скажем. Сейчас почитаю, бандербаланс пополню. Это все-таки спорт. Да, мне тоже не помешает. Новый год это спорт. А как там дальше по тексту? Когда начали спонсировать батлы, всякие вот такие штуки, это уже все близилось очень сильно к вашим баттлам с Оксимироном, а после этого уже выходил всякая раш. Ну да, как раз на этот пик попали, где покупали все подряд. А сейчас читай, где же я что смотрел? Какое-то интервью с ним. Вот, друзья. Такой шарик получился. В нем использованы практически все элементы. В нем использованы мои блестки для глаз. Давай сфоткнем. Да, можно. На промежуточных сделаешь фоточки? Да. Сейчас, друзья, мы сделаем фоточки, и вам покажем уже, какие у нас, ну, пока промежуточные они получились. Можно просто на айфончик? Да, сфоткнем на айфон пришли мне, я их... Айфон просто... Айфон просто... Айфон просто... Ты не знаешь где-то? Нет, я найду еще... Ну что, ребят, сейчас мы можем Сашу обсуждать, пока ее нет. Можем какие-нибудь сплетни про нее, если у вас есть, обсудить. Ладно, давайте посмотрим донаты, раз у вас сплетни про Сашу пока нет. Так, Слава, почему... А, это я читал. Вот. Вы согреваете мое сердечко этим холодным... Ладно, надо тебя подождать. Что пишет и будет. Слышь, Саш, пишет. Вы согреваете мое сердечко этим холодным зимним вечером. Желаю счастья, любви и удачи. В грядущем году, свиньи бига. Антихайп. Антихайп. Июнь. Давай, поцелуемся. Здесь такого хорошего комментария донатом. С Новым годом. Здесь хорошего комментария, всегда поцелуй должны быть. С Новым годом. Июнь, мужа тебе богатого. Или жены. Ну тут уж сама решай. Родителей богатых, богатых детей и все, чтобы было богато. Так. Баю Александров, пишите. Слава, удачи тебе и Саше в новом году. Выделяю вам 100 рублей на съемки нового клипа. Большое спасибо. Эти 100 рублей мы отложим. И они будут ждать своего часа. С Новым годом, Баю Александров. Мы от тебя ждем еще одной впечатляющей книги. Слава, привет. Как тебе треки ноунейма? Сделаешь с ним фит? Не-не-не-не-не. Не знаю. Треки ноунейма, если честно, мне пока никак. Вообще никак, если честно. Ну я особо и не знаком, особо не слушал. Может быть послушаю когда-нибудь и там какой бриллиант отыщу. Пока, пока никак. Слава, покажи пизду. Сейчас мы сфотографируем и покажем обязательно. Я не могу найти сфотографируем. Я не могу найти сфотографируем. А он где-то подробно. Давай. 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 Очень хорошее микро. На комплекте, как леска, он очень прочный. Как паутина? Да, очень хорошая. Очень прочная. Но с твоим шариком надо быть очень осторожнее. Он тяжелый. Может мне на два слоя его получили. Не идет дедуга? Да. Ну да, на мой путь. Ну да, на мой путь. Я смотрю. Ладно, значит, где-то приедем кухню, но я сфоткаю уже. Да, ну давай, да. Так. Какой викторин? Я проведу вам нектарину, а не викторину. Так. Ну ладно, давайте проведем нектарину. Я напишу вопрос. Например, давайте такой вопрос. Сколько? Вот я вам, я сейчас в чат напишу вопрос. Дорогие друзья, я нашла еще один генеральный компонент. Дешманский лак для ногтей с красивого, с компенсированной золотой блеской размера. О, прикольно кстати. Вот я сфот по таким подразукрасил. Или может на большом попробуешь, а на своем оставишь, и мы просто дорисуем еще узор? Ну важно, да. Мне кажется, ты очень хочешь просто много разных вариантов попробовать, но надо вместе еще. Не, мне кажется, он недостаточно заполнен просто. Мне кажется, он ярче должен быть. Вот твой вот реально впечатляющий, а мой пока такой типа. Как будто в классе ЗПР я делал. Давайте друзья, вот я задаю вопрос. Сколько треков будет в новом оверхайпе? Кто угадает, тому 500 рублей я кидаю на телефон. Я пишу этот вопрос в чат. Кто угадает, тому 500 рублей на телефон. Кто первый угадает? Друзья, мне нужно в принципе только будет нажать. Вот. Итак, друзья, правильный ответ. Пока нет правильного ответа. Кто угадает, вот. Один из... Вот сможем только фото в чат скинуть, да? Видео можно смотреть? Да, фото. Может и видео, не знаю. А гифкой можно? Ну как сама получится? Гифка вот точно сможем смотреть. Вообще, наверное, видео как-то смотрим. Наверное, сможем. Так, все. Один из вас уже угадал, сколько треков будет в новом оверхайпе. Он получит 500 рублей на карточку. Сейчас я сохраню. И в ближайшее время напишу его. Все, друзья, один из вас угадал, сколько будет треков в новом оверхайпе. Ты заскринил, да? Да, я заскринил этого человечка и напишу ему. 500 рублей на карточку. Так. И никто не знает при этом, да? Кровятый человек. Нет, конечно, с чего я не буду говорить. Нет. Ну, если он посчитает нужным вам об этом сообщить, то на его совести оставим. Давайте посмотрим новые занятики пока. Антоша пишет. Спасибо за творчество. Желаю получить все, что хочется. Спасибо большое. Все, что хочется, конечно, получить не удастся. Вы все счастливы, я думаю, к сожалению, не будете, но я надеюсь, что хотя бы процентов 90 из вас будут счастливы в новом году. Это вот моя главная мечта. Так. Дед Мороз пишет. Я не существую. Дед Мороз и Волк и Ти. Это один человек. Так. Ты сфоткала, да? Угу. А в телегу отправила? Это же фотки. А какие фотки отправлять? Ну, вот эти фотки, они все одинаковые, блин. Не знаю. Вот же. Так. Увой шарик я ставлю. Вот эту фотку, блин, вот. Посмотри. Твои фотки со всех сторон просто идут. Так. Мои. Так. Друзья, мы приступаем к изготовлению крупного шарика. Подожди, сейчас мы эти покажем, потом будем изготовлять. Сначала отчитаем все определенные работы. Да. Все последовательно. Мне хотелось бы, он с золотым основанием. Вы посмотрите, у нас оба шарика были серебристые. А этот золотый. Так или полетний. Так приятно. Я вот проверила заранее, чтобы мы не облашали, сколько сохнет контур. И вот наш стрим длится где-то час, да, Слава? Да, больше уже. Скажи, ну где-то в полпятого он начался, а сейчас почти семь. Чуть позже полпятого. Ну, меня просто проверила вот в самом начале и хорошо, я не заметила через сколько времени, но в общем-то мы можем знать, что сегодня уже точно, возможно, минут 20-30 уже засохнет твой рисунок и сможешь добавить еще одну. Идея. Так, сейчас будем сохранить. в общем-то. В общем-то. В общем-то. Продолжение следует...